Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royalibru. HTTP Royalibru. Все книги автора. HTTP Royalibru. Осир стал и наисев HTML. Эта же книга в других форматах. HTTP Royalibru. Бук стал и наисев там 18 HTML. Приятного чтения. Иосиф Виссарионович Сталин. Полное собрание сочинений. Том 18. Эри. Косолапов. Предисловие. Первичная нагрузка этого тома состояла в том, чтобы завершить, наконец, публикацию произведений согласно исходному плану собрания сочинений и, в, Сталина, намеченному еще в 1946 году. Таков был замысел, который вполне естественно оброс дополнительными соображениями. Связано это как с объемом выявленных к настоящему моменту материалов, которых будет достаточно еще на несколько томов, так и с необходимостью некоторых уточнений и заделки про рех, по большей части сознательно оставлявшихся с середины 50-х годов прошлого века в целях разнообразных манипуляций. Том 18 открывается выступлениями Сталина на шесть съездей РСД РПП. Июль-Август 1917 года, уже печатавшимися в томе три настоящего издания. Объясняется это тем, что между текстами тома 3 и протоколами шестого съезда РСД РППП. 1934 обнаружились некоторые расхождения. Не будем гадать о причинах. Съезд, как известно, не стенографировался. Запись речей вели питерские активисты, главным образом Л. Р. Минжинская и М. Москвин. Тексты протоколов для издания сличались с отчетами в газетах, учитывались записки делегатов. Кроме того, у самого Сталина могли сохраниться наброски речей, были личные воспоминания, да и просто возможность редактировать себя. В зеркале тома деятельность автора в канун октября как бы смыкается с ее финалом 1953 года, что позволяет произвести еще одно ее сквозное обозрение. Очевидно, это огромная, в данном случае неохватная тема, и для нас, сегодняшних, непосредственно важнее другое. Обстановка в стране, в условиях Первой мировой войны и новорожденной буржуазной демократии, сдирающей с общества змейную чешую царизма, удивительным образом напоминает нынешнюю Россию с ее постсоветской буржуазной демократией и тлеющей, велотекущей гражданской войной. Различие периодов и состояний нашей Родины почти век назад и ныне, конечно, громадно. Первое состояние было результатом февральской буржуазно-демократической революции в период ее общего подъема и перерастания в революцию социалистическую. Второе, нынешнее состояние есть результат буржуазно-бюрократической контрреволюции 1991-1993 годов с тенденцией утраты целостности и самодостаточности страны, пристегивания ее в качестве покорного сырьевого придатка к мировой системе империализма. Векторы, восходящий и нисходящий, тут совершенно разные, но кризисные состояния в обоих случаях налицо. И выход удивительным образом выглядит в общем ключе, рабочий контроль над производством и распределением. Земля – тем, кто ее производительно обрабатывает. Власть – советом трудящихся. Эль. Д. Троцкий, которого как раз шесть съезд в составе группы межрайенцев принял в большевистскую партию, на редкость субъективистки оценивал положение в ней. Съезд проходил в полулегальной обстановке, после известных июльских событий, приведших к утрате влияния советов на решение буржуазного временного правительства и ликвидации двоевластия. То был шаг назад, угрожавший срывом поступательного хода революции. Ленин в эти дни был вынужден скрываться в подполье, Троцкий арестовывался. На верхах партии положение было неблагополучно, писал он впоследствии. Ленина не было. Крыло Каменева подняло голову. Многие, и в том числе Сталин, просто отсиживались от событий, чтобы предъявить свою мудрость на другой день. Так, фактам вопреки, Троцкий противопоставлял свою мудрость широко организованной фальсификации прошлого, которая составляет одну из главных забот эпигонов, клялся в верности исторической правде, моя жизнь, Т-2М-1990-С-34-35, и тут же отчаянно облыгал прошлое, в котором сам не участвовал. Сталин, по Троцкому, просто отсиживался летом и осенью 1917 года, делая основные доклады на съезде, определившем курс партии на вооруженные восстания, готовя заводы и полки к выступлению, в то время как Троцкий действительно отсиживался от событий в крестах. Из содержания 18 Готама некрикливо, но настойчиво вырастает интригующий общий вывод об уникальности многомерного ведения перспективы социализма и мирового революционного процесса, внутри и геополитических реалий, которым владел Сталин. Об известном одиночестве этой личности, в своей единичности сконцентрировавшей в себе максимально разностороннее и глубокое осознание всеобщего. Говорю об этом и на основе данной книги, и на основе знакомства с бывшими соратниками Сталина, ни один из которых, и это жестко продемонстрировала практика 50-70Х годов, не понял его более или менее адекватно. В дневнике М.А. Сванидзе, певица, жена А.С. Сванидзе, брата Екатерины, первой, рано умершей жены Сталина, упоминается речь Иосифа Виссарионовича перед выпуском Академии Красной Армии 4 мая 1935 года. Говоря об этой своей речи, отмечает Мария Анисимовна и, Иосиф Ред, сказал, что забыл прибавить, что наши вожди пришли к власти бабулями и таковыми остаются до конца, что ими двигает исключительно идея, но не стяжание, как это мы можем наблюдать в капиталистических странах. Там стоять у власти, значит обрастать, богатеть. Обаяние чистой идейности и делает наших вождей любимыми и чтимыми для широких масс, да и отсутствие классовой отчужденности, как это было раньше, делает их своими кровь от крови, плоть от плоти для народа. Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива М.1993 С.178. Кто, оказавшись у власти, остался бабалем, то есть нестяжателем, в послесталинские десятилетия? Кто имел и сохранил обаяние чистой идейности? Оставляю эти вопросы на решение читателю. В троцкистской литературе, которую стали охотно перепевать перестройщики и реформаторы последнего двадцатилетия, была сотворена схема. Серый, полуобразованный, национально-аппаратно-ограниченный Сталин и блестящий, вдохновенный, устремленный на мировую перманентную революцию троцкий. Забавно, что на этой обществоведческой карикатуре сошлись и правые и левые оппортунисты, как квасные, почвенные патриоты, так и кококольные, поп-культурные западники-космополиты. Жертвами этого поспешного, не требующего особых усилий мысли схемотворчества стали многие тысячи сограждан, особенно образованцев. Любители простых инженерных решений не могут взять себе в толк, что различие между Троцким и Сталином состояло не в отношении к мировой революции вообще, то есть к переходу от капитализма к социализму во всемирном масштабе, а в понимании реальных предпосылок, сроков и темпов осуществления этого процесса, если угодно, в типе и масштабности их геополитического мышления. Возьмем примеры. На шесть съезды партии, то есть в преддверии прихода большевиков к власти, Сталин дает отпор Троцкисту Е.А. Преображенскому, считавшему социалистическую перспективу близящейся новой революции в России, возможной лишь при наличии пролетарской революции на Западе и предлагавшему этим утверждением завершить резолюцию о политическом положении. Заявление Сталина по всему поводу, заслуживающее записи во все учебники отечественной истории, отличается от точностью аргументации и формы, четкостью и законченностью мысли. Я против такого окончания резолюции, говорит он. Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. Сталин поясняет свое мнение несколькими штрихами из обстановки, сложившейся после февраля в нашей стране, и заключает, надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего С. 29 Наст. Тома. Этой неукоснительной целевой направленности, имеющей под собой научно-теоретические, социально-политические и нравственно-волевые основания, Сталин был верен, как никто. В зените такой уверенности он ушел из жизни, оставив соотечественников, все мировое коммунистическое движение в сознании своей незыблемой исторической правоты и неизбежной конечной победы. Он, казалось, покончил с типичной для обывательской интеллигенции суетностью и провинциальностью мышления и сделал нормой русский революционный размах наряду с американской деловитостью. Но, как видим, не сумел прочно закрепить этот результат на будущее в кадровом отношении. Сталин отнюдь не уступал Троцкому в интернационализме и в понимании логики развертывания мирового революционного процесса, но его решающее превосходство проявилось не в эффектных жестах и революционерских фейерверках, а в глубоко фундированной практике, что, конечно, требовало значительно больших усилий и времени. В отличие от своего броского оппонента, по крайней мере внешне, он не спешил, но зато бил наверняка. Если уже на первых шагах строительства вооруженных сил революции Троцкий больше тяготел к военспецам, то есть части старого офицерства, не без сомнений пошедшей на службу советской власти, то Сталин делал ставку на красноармейскую, крестьянско-пролетарскую по социальному происхождению массу, составлявшую народное тело Красной Армии. После падения Венгерской Советской Республики в 1919 году Троцкий, разочаровавшись в революционных возможностях Европы, выдвинул перед ЦК явно сумасбродную, на манер Павла I, идею поднимать Индию, послав туда конный корпус. ЦК, разумеется, эту авантюру не поддержал. Однако когда в 1920 году Советская Россия подверглась нападению Польши, резко обозначились два контрастных подхода. Сталин выступал за изгнание белополяков с советской территории, ограничиваясь освобождением Львова. Троцкий жаждал взятия Варшавы и прорыва через польские земли к неспокойной Германии, против чего, не разделяя перманентные иллюзии Льва Давыдовича, короткое время не возражал Ленин. Троцкий охотно бросал Россию на растопку мирового пекла. Сталин рассчитывал на ее превращение в дальнейшем в мощную базу, питающую поворот стран и континентов к новой формации. История этот спор разрешила по-своему. Прав по итогам гражданской войны НЭПа, первых пятилеток и по исходу Второй мировой войны оказался Сталин. Он провидел мировую революцию существенно иначе, чем Троцкий, и реализовал свое проведение в иных масштабах. Северный полюс, Юго-Восточная Азия, центр Европы, Тихий океан, в образе мировой социалистической системы, с охватом третьего населения планеты. Не чужда ему была и традиционная имперская заявка России на проливы и выход в Средиземное море на Юго-Западе, на возврат ей Аляски, на Северо-Востоке. Заявка, которой гегемония пролетариата придавала совершенно новый социальный смысл. Распоряжение достигнутым зависело уже с 50 х годов 20 века не от него. Сколь бездарно это распоряжение осуществлялось его преемниками, наши современники хорошо знают по опыту. За полгода до начала Великой Отечественной войны Сталин в узком кругу руководства признается, что, несмотря на победу над японцами на Холхенголе 1939 и уроки финской кампании 1939-1940 мы не готовы для такой войны, которая идет между Германией и Англией. С-207.5 мая 1941 года, когда до гитлеровского вторжения остается всего полтора месяца, Сталин информирует слушателей Академии Красной Армии о переменах в организации и техническом вооружении войск, об отставании в этом отношении военно-учебных заведений, о необходимости перестроить свое обучение военных кадров на новой технике и использовать опыт современной войны С-215. Остановившись на причинах недавнего поражения Франции в войне с Германией, он в то же время прозрачно намекает на близость советско-германского столкновения, опровергает миф о том, что гитлеровская армия самая идеальная, самая хорошая, самая непобедимая С-218, предупреждает об опасности подобного самодовольства. Тут же Сталин поправляет генерала-танкиста, поднявшего было тост за творца политики мира, и уже открытым текстом говорит, «Германия хочет уничтожить наше социалистическое государство, завоеванное под руководством коммунистической партии Ленина. Германия хочет уничтожить нашу великую родину, родину Ленина, завоевание октября, истребить миллионы советских людей, а оставшихся в живых, превратить в рабов. Спасти нашу родину может только война с фашистской Германией и победа в этой войне. Я предлагаю выпить за войну, за наступление в войне, за нашу победу в этой войне С-220». Этим и множеством других фактов начисто опровергаются россказни о том, что будто бы Сталин слепо доверял Гитлеру и сознательно игнорировал данные нашей разведки. Доверял он командованию западных округов и родов войск, которые в памятные июньские дни оказались далеко не на высоте. А что касается Гитлера, то несколько переоценил, как видно из обстоятельств появления сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года, его осмотрительность и интеллект С-221-223. Сталину начало отечественной, как, впрочем, и других периодов советской истории, навязывается хвостистская логика, а она была, можно сказать, авангардистской. Сталину, по его замыслам и расчетам, не хватило для подготовки скорого и эффективного отпора врагу год-полтора. Это вытекает и из его собственных высказываний, и из анализа последовавших событий. Кардинальный перелом в ходе боевых действий, возможность которого обозначилась уже в битве под Москвой, декабрь 1941, как известно, произошел в результате Сталинградской операции конца 1942-1943 года. Названная подготовка продолжалась и приобрела зрелые формы в процессе боевых действий, причем окончательный поворот совершился летом 1943-го, в результате Орловско-Курского противостояния, после которого шло фактически уже безоткатное советское контрнаступление, завершившееся победой. Сталин предвидел неудачи первого периода войны, однако неожиданными были для него их масштабы и проявленная при этом беспечность, неорганизованность и безответственность командных кадров. В то же время его главной заботой в тот момент было не столько положение на фронте, хотя это и прозвучит необычно, сколько ситуация в области дипломатии. Главной опасностью была не фашистская Германия сама по себе, пусть и располагавшая современной, обстреленной армией и обросшая кучкой сателлитов, а возможность объединения с ней против СССР крупных империалистических держав, прежде всего Англии и Японии. Если в отношении последней, недавно отведавшей советского оружия, можно было еще рассчитывать на только что, в апреле 1941 года заключенный советско-японский договор о ненападении, то в отношении первой была зияющая неопределенность. Сенсационный перелет в Англию в Майгесса, второго лица в МСДАП, миссия которого до сих пор и спустя 65 лет остается засекреченной, и антисоветские заслуги премьеры Черчилля вынуждали быть крайне осторожным. Задача снять с себя возможные поводы для обвинения в развязывании войны, как выразился в своем дневнике Геббельс, была первоочередной. Будучи решенной, она возлагала ответственность всецело на фашистскую Германию, завоевывала симпатии миролюбивой демократической общественности, создавала моральную базу для приобретения союзников. Так родилась, казалось бы, невозможная возможность заставить одних империалистов в коалиции, рука об руку с пролетарским государством, в его классовой войне С-333, 335-336 бить других империалистов. Образно говоря, до Сталина в политике руководствовались указаниями только геометрией Евклида. Он же применил геометрию Лобачевского. Никто из политиков, наследовавших ему, не сумел этой двойной геометрией овладеть. На редкость откровенные, горькие по глубинному смыслу признания Сталина 7 ноября 1940 года нынче приобрели почти шекспировское звучание. Сталин констатирует то, что многие вопросы государственного значения, включая технические, в том числе связанные с делом обороны, оставляются в небрежении. С этим я сейчас каждый день занимаюсь, принимаю конструкторов и других специалистов. Но я один занимаюсь со всеми этими вопросами, обращается он к ближайшему окружению. Никто из вас об этом и не думает. Я стою 1С-208, что значило стоять одному у самой бездны на краю в тот драматический период. Пусть читатель опять-таки додумает сам. Ведь я могу учиться, читать, следить каждый день. Почему вы это не можете делать? Спрашивает Сталин. И констатирует. Не любите учиться? Самодовольно живете себе? Если вы растрачиваете наследство Ленина, там же, столь взыскательное обращение к соратникам, это и упрек им лично, жесткое напоминание о необходимости расти до уровня эпохи, соответствовать взятой на себя ответственности, это и указание на то, что выпавшая на долю большевиков удача, завоеванные ими позиции, наконец, выигранное ими историческое время есть конечные величины и богатства, тратить которые следует лишь во всеоружие и знания. Обращаясь к завершающему этапу деятельности Сталина, мы делаем опять-таки неутешительные выводы о состоянии сознания советского общества, понимание своего долга его руководством. Восторженный прием Сталина 19 съездом КПСС, октябрь 1952, и горечь утраты, которая охватила масса населения после его скорой кончины, говорят о настроениях народа. От них резко отличаются настроения верхов. Прежде всего это касается восприятия ими прижизненного идейного завещания Сталина, экономических проблем социализма в СССР, аттестация которого, весьма неглубокая, была по сути механически пристегнута к отчетному докладу ЦИКА, с ним на съезде выступал Г.М. Маленков, и который с содержательной точки зрения, я, разумеется, говорю здесь не о похвалах и эпитетах, их было предостаточно, не служило предметом дискуссии на съезде. Высказывания и поведения ближайших сотрудников Сталина в последующий период показали, что он был прав, под горячую руку обзывая их слепыми котятами. Прав в отношении всех своих соратников, даже проницательного В.М. Молотова, который четко сознавал судьбоносные значения для социализма такой задачи, как преодоление классовых различий, связывая его зрелость с остановлением бесклассовой социальной структуры. Но, как и коллеги, туманно представлял ведущие к этому экономические процессы. Естественно, речь здесь не о тех молодых кадрах, которые были подобраны самим Сталином и которым не дали дозреть в верхнем эшелоне руководства, убрав их после его кончины, Ю.А. Жданов, Д.И. Чесноков, Д.Т. Шапилов. Но картина его одиночества от этого не становится менее трагичной. Он ушел из жизни, непонятой и неподдержанной однопартийцами-современниками, в зените беспримерной победной славы и всего за три года до беспримерного оклеветания и поношения. Прав оказал США, Деголль, высоко отозвавшийся о личных качествах Сталина, но выразив мнение, что сталинское государство без достойных Сталина-приемников обречено, Россия и мир. Информационный экспресс сбил летень для депутатов Государственной Думы. 2000. В.И.П. 2. С. 42. Еще несколько раньше академик В.И.Вернадский резко выделил одного Сталина из числа власть имущих. А если мы вспомним, что этот геолог создал концепцию ноосферы, сферы научной мысли, венчающей совокупное развитие земных литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и социосферы, и считал ее полностью созвучной с основной идеей, проникающей научный социализм, что он видел в утверждении советской власти начала перехода к государственному строю сознательного воплощения ноосферы, философские мысли натуралиста. М. 1988. С. 94. 501. 502. То это выделение приобретает значимость высочайшей оценки. «Наше дело правое», — писал Вернадский Сталину в 1943 году, и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы, основой исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической, планетарной силой. ЦИТ. По. Бояринцев В. И. Русские и нерусские ученые. Мифы и реальность. М. 2005. С. 250. Сталин, как и Ленин, во всей его многогранности дорастал до ноосферного уровня. Однако после него этот рост был приостановлен. Человечество в лице ведомой ими партии, советского рабочего класса, народа совершило прорыв переход в ноосферу, но закрепить его и расширить мог своим натиском только мощный кадровый второй эшелон, подготовить который Сталин и не сумел и не успел. При колоссальном размахе во второй половине 20 века научно-технической революции, качественно сказавшейся особенно заметно в развитии и совершенствовании массовых информационных технологий, то есть инструментария мыслящего мозга, будто в насмешку над ним, произошел пугающий интеллектуальный социально-нравственный спад. Задачу полноценного выхода в ноосферу неведающая жалость и ирония истории сдвинула на 2-3 поколения вперед. Дарование Сталина геополитика ярко проявилось в определении, укреплении и возвышении той социальной и национальной массовой силы, которая действовала таким образом, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество, писал Сталин Д. Бедному в декабре 1930 года. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Все это вселяет, не может не вселять. В сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способной двигать горами, способной творить чудеса С-33. Сталин резко обрушился на приписывание русским, их рабочему классу в том числе, в качестве национальной черты лени и привычки сидеть на печке, попытки выдавать подобные суждения за большевистскую критику и категорически заявил, что это клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата С-34. Спустя 9 лет в разговоре с А.М. Коллантой, за полтора года до начала Отечественной предсказывая предстоящее величайшее испытание, Сталин выразил близкую позицию. «Все это ляжет на плечи русского народа», — сказал он. «Ибо русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим народам. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Поэтому ему и тяжелее. Чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, не исчерпаем. Диалог. Это же обобщение, на базе богатейшего военного опыта, Сталин подтвердит пятилетия спустя в знаменитом победном тосте 24 мая 1945 года. СМ. Т. 15. С. 228. Неслучайно буржуазно-бюрократическая контрреволюция 1985-1993 годов била по указанным здесь чертам. Своими мишенями оппортунисты всех мастей, теневики-капитализаторы и компрадоры избрали сплоченность рабочего класса. Интернационализм как национальную черту русского народа, передаваемую другим народом-братьям. Устремленность советских людей к высоким целям, к утверждению социального равенства, жизни, достойной человека. Наши исторические, патриотические, революционные и культурные святыни, получив благодаря Горбачевскому предательству главенства в средствах массовой информации, они многого добились. Но от исчерпывающего осуществления своих планов этих граждан мира пока далеки. Самокритичность и самоирония, в высшей степени свойственные нашим соотечественникам, отнюдь не означают их готовности поступиться собственным достоинством. А проявляемая ими уважительность по отношению к западноевропейцам и американцам не требует рептильных поз и не лишает их возможности и права проявлять кураж. Реакция стремилась во что бы то ни стало выбить из гражданина России чувство социалистического первородства, сознание принадлежности к особой евразийской цивилизации, но вполне преуспеть пока не смогла. Борьба на этом поприще развертывается на наших глазах. Из материалов тома мы знаем об озабоченности Сталина проблемы необратимости победы в отечественной войне. Ее гарантии он понимал и как восстановление экономики и культуры нашего отечества, их развитие до высших мировых образцов, и как создание союза славянских государств новыми славянофилами-ленинцами, не навязывая кому-либо советский строй и вместе с тем оказывая друг другу хозяйственную, военную и иную помощь С-359-360. Судя по всему, Сталин не форсировал социальные перемены в послевоенной Восточной Европе, но твердо рассчитывал на создание дружной семьи славянских народов, являющих миру многообразный пример эволюции социалистического уклада жизни. Внимание влиятельных империалистических кругов к этому региону известно и легко объяснимо. Еще во время войны британский империализм блокировал и задушил героическое народно-демократическое движение в Дреции, способствовал националистической дезориентации Титовской Югославии. На нашей памяти инспирированные НАТО мятежи в ГДР и Венбрии, Польше и Чехословакии. Отравление экономизмом докеров Гданьска в сочетании с давней, глубоко эшелонированной активностью Римской католической церкви, особенно с избранием Папы Войтала, дало не один только польский, далеко не польский резонанс. В штабах империализма отлично поняли, какое будущее мировому капитализму сулит идея и практика объединенного социалистического славянства и приняли все меры, чтобы предотвратить ее воплощение на деле. Очень внимательно и осторожно Сталин относился к специфике китайской революции, отвергал методы диктата и протестовал против просьб деятелей КПК и КНР, обращенных к нашей партии, давать им указания по принципиальным и текущим вопросам С-531. Невозможно и помыслить, чтобы при таком подходе, даже в случае вероятного временного ухудшения отношений с СССР с Китаем, Сталин довел бы дело до скандального разрыва с Юной Народной Республикой, как Н.С. Хрущев, довоенной кампании, как Эль и Брежнев. Цена этих огрехов во внешней политике оказалась невыносимо тяжелой. Удары наносились социализмом по социализму. Нарушался сложившийся уже баланс двух мировых систем. Такова правда, которую нельзя не признать. В империалистическом лагере сие действо встречалось овацией. Это была прямая работа на него истина, как и вообще диалектика, туго доходившая до многих наших кофереев. Известно, что Сталин не согласился с предложением Берута о вхождении Народной Польши в Советский Союз. Он хорошо усвоил уроки польско-советской войны 1920 года, в которой сам участвовал, учитывал сложность внутренней обстановки в ПНР, ряд застарелых национальных комплексов. Существенным фактором было и то, что Сталин искал модель перехода к социализму для стран Западной Европы и Польша представлялась ему для этого подходящим полигоном. Следы подобных раздумий встречаются и в настоящем томе. Их мы видим, в частности, в реагировании на заявления Лейбориста Моррисона С-558 и особенно в программе Компартии Великобритании С-650. О причастности Сталина к этому документу, как автора много говорили после его появления в Большевике в 1951 году. Составителям пока не удалось найти архивное подтверждение этому. Тем не менее, участие Сталина в составлении британского пути к социализму хотя бы в качестве критика и редактора представляется бесспорным. Британия придет к социализму своим собственным путем, гласит программа. Подобно тому, как русский народ пришел к политической власти советским путем, который был продиктован сложившимися историческими условиями и существованием царского режима, подобно тому, как трудящиеся стран народной демократии и Китая завоевали политическую власть своим путем и в своих исторических условиях, так и британские коммунисты заявляют, что народ Британии может превратить капиталистическую демократию в подлинно народную демократию, курсив наш. Ред, преобразовав парламент, возникший в результате исторической борьбы за демократию, в орудие демократии, в орудие воли огромного большинства британского народа. Это была необычная, новаторская установка на мирный, ненасильственный переход к новому строю, важнейшим условием которого признавалось создание широкой народной коалиции или союза всех слоев трудящихся, организованного рабочего класса, всех работников физического и умственного труда, лиц свободных профессий и технической интеллигенции, всех низших и средних слоев населения в городах и фермеров в сельских местностях С-664-665. В дальнейшем, после 21 съезда КПСС-1959, эту мысль припишут исключительно Хрущеву, создавая фальшивый образ светлого демократа в противовес мрачному тирану, но вырубить уже сказанное живое слово топором лжи не сумеют. Пагубное забвение сталинского наследия, а тем самым и марксизма, хорошо просматривается на примере игнорирования динамики и диалектики социальных отношений в процессе строительства социализма, в то время как Сталин постоянно подчеркивал, что новая «социалистическая интеллигенция», приходящая на смену интеллигенции капиталистического общества, не может не быть интеллигенцией рабочего класса, то есть его классовым отрядом работников умственного труда, литература 60-80х годов, самосознание и поведение самих реальных интеллигентов все больше косили к трактовке этого растущего слоя населения как некой внеклассовой категории, а это в условиях непрекращающейся идейно-психологической борьбы труда и капитала, двух мировых систем естественно несло в себе и не могло не нести червоточину мелкобуржуазности и буржуазности. Равным образом недооценивались тенденции интеллигтуализации об интеллигенчивании, прошу простить меня за это неуклюжее, но довольно точное по смыслу слова «рабочего класса». На эту тему Сталин высказывался не один раз. В томе публикуется его выступление в октябре 1938 года в связи с изданием краткого курса истории ВИКП, в котором Сталин, между прочим, сказал «Ни один класс не может удержать власть и руководство государством, если не сумеет создать своей собственной интеллигенции, то есть людей, которые отошли от физического труда и живут умственным трудом». Товарищ Хрущев думает, пошутил оратор, что он до сих пор остается рабочим, а между тем он интеллигент. Он перестал быть рабочим, потому что живет интеллектом, работает головой, отошел от физического труда. У нас часто бывает так, работал рабочий у станка, потом пошел учиться, стал образованным человеком и к нему сразу пропало всякое уважение. Я считаю, что это дикость. При таких взглядах мы можем действительно загубить государство, загубить социализм С-164. Кто мог знать, что эти слова окажутся пророческими, что и спустя 40 лет рецидивы диких взглядов, высмеянных Сталином, будет высказывать, к примеру, вице-президент Академии наук СССР П.Н. Федосеев, что они получат поддержку М.А. Суслова. Повышение уже в ближайшие годы образованности молодежи до уровня восьмилетки Сталин определил как некоторый фундамент для того, чтобы сделать через некоторое время всех рабочих и крестьян интеллигентами. Но мы на этом не остановимся, подчеркнул он, мы пойдем дальше, будем толкать рабочих и крестьян, чтобы все они стали интеллигентами. Тогда мы будем непобедимы. С-166. Допущение полумахаевских ошибок в этом вопросе, сворачивание с магистрали социализма на проселок формирования в 60-70х годах непролетарской, а буржуазной интеллигенции пока что без буржуазии, забвение об опасности прозевать людей рассудочных, которые слепо за нами не пойдут. С-168. Одна из предпосылок реставрации капитализма в 80-90х. Содержание тама ярко иллюстрирует последовательность и преемственность в развитии теории и практики социализма. Это относится, в частности, к материалам, которые разделяют солидный срок, без малого 18 лет, к речи об отмене карточной системы 1934 года и беседе по вопросам политической экономии 1952 года. Перед нами два этапа решения одной задачи. Для того, чтобы производимое промышленностью и производимое сельским хозяйством не пропадало в туне, а доходило до потребителя, было нужно развернуть во всю товароборот во всей хозяйственной деятельности, во всей своей сфере через денежное хозяйство С-75. Так стоял вопрос в начале 30-х годов. Трезво отмечая, что денежное хозяйство – это один из тех немногих буржуазных аппаратов экономики, который мы, социалисты, должны использовать до дна с тем, чтобы он лил воду на нашу мельницу, а не на мельницу капитализма, Сталин пояснял ЧТ-243. Это означает с точки зрения наших программных целей. По части смачки, торговой смачки между городом и деревней, говорил он, механическому, слепому, канцелярскому распределению, пайковому распределению продуктов кладется конец. Вкусы, потребности, пожелания отдельных районов, отдельных потребителей должны учитываться нашими торгующими организациями, как в смысле получения известного количества товаров, так и, особенно, в отношении качества этих товаров. Это значит, что торговые организации имеют дело не с абстрактным потребителем, а с конкретным, в зависимости от района, от области, от отрасли промышленности, от отрасли торговли. Только после того, как наши торговые организации научатся учитывать все и всяческие специфические особенности каждого района и каждой области и наладят богатейшую товаропроводящую сеть, только после этого можно будет попытаться поставить вопрос о переходе от товарооборота к продуктообмену без денег. Пока мы этого не сделали, пока и третий доли этого товарооборота не использовали, говорить об уничтожении денежного хозяйства, о замене товарооборота продуктообменом, значит говорить глупости, вещи абсолютно антиленинские, антимарксистские, ничего общего с марксизмом не имеющие. С 75-76 вопрос о замене товарооборота с его денежным хозяйством продуктообменом, с точки зрения Сталина, стал актуален и поэтапно фактически разрешим лишь в результате накопления опыта социалистического строительства и восстановления разрушений военной поры, в начале 50-х годов. К этому времени была вновь поставлена и фактически решена другая проблема, тоже выдвинутая в 1934 году. Надо было поставить на реальную базу, на настоящую реальную базу политику снижения цен по всем товарам и по всем продуктам С 76. Эту политику советские люди ощутили на себе с 1947 года и резонно связывали ее с отменой другой карточной системы, карточной системы военных лет и проведенной одновременно денежной реформой СМС-631. Снижение цен проводилось все последние годы жизни Сталина. Судя по высказываниям тех, кто общался со Сталином и видных экономистов той поры, он не делился ни с кем конкретными соображениями о введении продукта обмена и постепенном вытеснении им товарооборота, не оставил хотя бы эскизных набросков механизма таких переходных мер, но отдельные моменты, свидетельства стратегического устремления в этом направлении можно фиксировать несомненно. Сталин вслед за Лениным считал социалистический способ производства отрицанием, антиподом производства товарного, его инобытием и альтернативой, а не его разновидностью. Большинство послесталинских экономистов наоборот исходило из того, что социалистическое товарное производство только сменяет капиталистическое товарное производство в качестве товарного же, не давая побегов принципиально другого порядка, не рождая через ряд переходных форм, сочетающих в себе и новые и старые, других форм, представляющих невиданные ранее качества. Эти экономисты как будто не замечали, что при такой трактовке они лишают смысла сам переход к социализму, ибо в рамках товарного производства более совершенного строя, чем капитализм, разумеется, проходящий разные стадии своей эволюции, модернизируемой, демократизируемой и гуманизируемой, создать невозможно. Топчас десятилетиями в двух соснах план и рынок, рынок и план, они не выдумали пороха и в конце концов облегчили себе жизнь, отказавшись, по доброходной рекомендации из-за бугра, от плана и возвратившись на рыночную стезю. Сталин, как и Ленин, не был понят его незадачливыми продолжателями, которые не смекнули того, что социалистическое товарное производство мыслилось им не в покое, а в движении, в состоянии беременности чем-то отличным от себя, самоотрицание, переставание быть товарным во имя марксовой экономики реального гуманинизма, на первых порах, социализма как товарищеского способа производства. Сталин не оставил теоретических разработок перехода к продуктообмену, но дал, как когда-то говорили, тонкие намеки на толстые обстоятельства. Мы видим, что уже в 1934 году он ориентировал советскую торговлю на потребности людей. Это первое. Второе. Он намечал политику снижения цен, то есть повышения благосостояния населения без роста денежной массы. Первое. Понятно. Было рассчитано на рост способности промышленного и аграрного производства поставлять торговле все более широкий набор потребительских благ. Второе. Сулило минимизацию расходов трудящихся и переход в перспективе к бесплатному распределению хотя бы части основных потребляемых продуктов и услуг. Есть свидетельства о том, что Сталин связывал практическое начало коммунизма с тем моментом, когда мы начнем раздавать населению хлеб задаром Чуевев и Молотов. Полудержавный властелин. М. 2002. С. 122. Это мыслилось им примерно с начала 60х годов. В то же время он предупреждал против попыток представить переход ко второй фазе коммунизма по-обывательски. Никакого особого вступления в коммунизм не будет. Постепенно, сами не замечая, мы будем въезжать в коммунизм. С. 571. Хрущев с его третьей программой КПСС и авантюрными обещаниями на 1980 год поступал с точностью да наоборот. Видать, не случайно, не только по анекдоту, запланированный им и, естественно, не состоявшийся, въезд в коммунизм. В этом году Брежнев заменил Московской Олимпиадой. Как говорил еще Ленин, с обывательскими понятиями нельзя браться за теоретические вопросы. Полн. СОБР. СОЧ. Т. 30. С. 94. Стынет кровь язноб пробивает позвоночник, когда читаешь многочисленные писания авторов Белого лагеря, диссидентов, бывших коллаборационистов, зэков, демократов о злодеяниях и жестокости Сталина. Великий мастер этого жанра А. И. Солженицын, ссылаясь на эмигрантского профессора И. А. Курганова, цену революции, число жертв советского террора определяет в 66 миллионов человек, прибавляя к ним 44 миллиона военных потерь. Итак, 110, а по другим подсчетам, 134 миллиона потерь от коммунизма. Свой или чужой, кто не анимеет, ставит писатель риторический вопрос И. С. М. Островский А. В. Солженицын. Прощание с мифом. М. 2004. С. 452. Но возникает и другой вопрос. Есть ли предел злобно-бессовестной антисоветской фантастики? Доказано-передоказано, что в нашей стране, пережившей в 20 веке драму трех революций, двух мировых и гражданской войн, поиск одного-двух десятка виновных во всем абсолютно бессмыслен, а объявление всех других ни в чем не повинными абсолютно несправедливо. Производимый вне вязкой сети кричащих противоречий капитализма, вне ожесточенной сшибки классовых интересов. Все исследовательский эксперимент вырождается в бесконечную обывательскую плаксиво-агрессивную демагогию, в тягучее самооправдание сил реакции, кровавые художества которой прикрываются публицистической ловкостью рук и языков. Еще А. И. Герцен, имея в виду античеловеческие гнусности Николаевского крепостнического режима, писал. Все преступления, могущее случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед. Блой и думы. Чего мы хотим, если гнев народа, вызванный мордованием угнетенных оптом и в розницу на протяжении трех-четырех столетий, наконец, вырвался наружу? В лучшем случае мы можем ограничить и прекратить произвол самосуда, но не гарантированы от ошибок, субъективизма и злоупотреблений лиц, которым доверена власть. Известно и подтверждено документально, что число приговоренных к высшей мере наказания в 1921-1953 годах не превысило 800 тысяч СМТ-17С-654. Среди них было немало и пострадавших безвинно. Но большинство, при всем усердии, все же не смотрятся как ангелы или агнцы. Приписывание же большевикам всех жертв, в том числе тех, кто пал в боях с иноземными захватчиками, замучен или казнен ими, кто умир от эпидемии голода, это род морального изуверства, который комментировать невозможно. Пишу об этом потому, что в томе содержатся по-настоящему суровые документы, которыми могут воспользоваться для подбрасывания чернухи в репутацию их автора. Таковы, к примеру, относящиеся к начальному, тяжелейшему периоду Отечественной войны угроза жестокой кары как трусов и дезертиров, адресованные Хрущеву и в его лице командования Юго-Западного фронта, в случае отвода ими войск за Днепр. Постановление, приказы, директивы о наказании генерала Д. Г. Павлова и Д. Р. О создании заградительных отрядов, о применении оружия против делегатов из местного населения на стороне противника, об уничтожении жилья в зоне его действия, июль-ноября-дна-1941. С. 226, 228, 255, 263, 283 и т.п. Всю свою первую половину XX век являют полярную концентрацию добра и зла, оптимистически трагическую эпоху, когда на одной стороне сосредоточиваются отряды социально-национального освобождения, на другой – сгущаются, организуются, модернизируются силы старого мира. Это сверкающе отразилось и в нашем томе. Подлинным гимном героизму, самоотверженности, влюбленности в человека-творца, ощутившего себя полноправным хозяином страны, звучат простые слова приветствий по поводу трудовых достижений советских людей. Особо приподнятым настроением пронизаны речи на приемах в Кремле депутатов Верховного Совета СССР в январе и попанинцев в марте 1938 года. Здесь в полную силу дает себя знать самочувствие свободных тружеников, не знающих эксплуатации и иной над собой власти, кроме власти собственного объединения Ленин, в корне иное, чем при капитализме, отношение к человеку, иной вес его в обществе. Нет такого критерия в мире, чтобы оценить человека, говорил Сталин о проблеме спасения экипажа полярной станции Северный полюс-1 и решение ее в капиталистической и социалистической практике. Есть одна цель – прибыль, выгода, профит. Но вот оценить смелость человека, героизм, сколько рублей это стоит, каких капиталов это стоит, человек малоизвестный, но герой, который врывается в спокойную атмосферу и все переворачивает, никому это неизвестно. А мы решили, никаких денег не жалеть, никаких ледоколов не жалеть. И предложил тост за то, чтобы европейско-американский критерий прибыли, выгоды, профита у нас был похоронен в гроб. За то, чтобы люди научились ценить смелых, талантливых, способных людей, малоизвестных, может быть, но цены которым нет. За то, чтобы мы, советские люди, не присмокались перед западниками, перед французами, перед англичанами и не заискивали перед ними. За то, чтобы мы, советские люди, усвоили, наконец, новую меру ценности людей, чтобы людей ценили не на рубли и не на доллары. Что такое доллар? Чепуха. За то, чтобы мы научились, как советские люди, ценить людей по их подвигам. Только мы, советские люди, поняли, что талант, мужество человека, это миллиарды миллиардов презренных долларов, презренных стерлингов, презренных франков. Возражая В.П. Чкалову, который заявил, что готов умереть за Сталина, Иосиф Виссарионович призвал выпить за тех, которые хотят жить, жить как можно дольше, за победу нашего дела. За тех, которые, конечно, старикам и старушкам известный почет оказывают, Но которые не забывают, что надо идти вперед от стариков и старушек. С. 152-154. Если спросить россиянина начала 21 века, что являлось наиболее характерным и определяющим тогда, В конце 30-х годов, для морально-политической обстановки в стране, Почти наверняка последует унылый ответ. Массовые сталинские репрессии. Но этот ответ будет неверен как с точки зрения честных свидетелей того времени, Так и в свете тогдашних текущих событий. Поскольку речь здесь идет о начале 1938 года, То на нем заметен отсвет таких феноменов, Как принятие в декабре 1936 года новой советской конституции, 20-летний юбилей Октябрьской революции, Первые выборы в Верховный Совет СССР, Броские рекорды юной советской авиации, Стахановское движение, Успехи в освоении северного морского пути, Наконец, принявшие всенародный размах чествования гения Пушкина. Конечно, на этот радужный фон иногда наползали тучи, Но они, как правило, ассоциировались с неизбежной будущей войной, Потенциальными агрессорами считались на востоке Япония, На западе, Польша и Германия, А уже в этой связи с тем, Что потом было названо расправой над пятой колонной, Присутствовала, как не покажется странным, Нашим современникам и тема ГУЛАГа. В кинотеатрах шел популярный тогда фильм «Заключенные», Посвященный труду и быту строителей Беломор-канала. К бдительности призывали портбилеты «Великий гражданин». Но преобладал пафос великого созидания, Геройки гражданской войны и советского патриотизма. На встрече с депутатами Сталин поставил вопрос О повышении нашей обороноспособности, В частности об испытаниях авиации и артиллерии, С необычной стороны. Он откровенно говорил о тех наших героях, Которые подвизаются в других странах, Делают репетицию к войне С-148, О советских войнах-интернационалистах в Испании и Китае. Оратор призвал поднять бокалы за наших бойцов в Испании, Которые учат испанцев в их борьбе с фашизмом И научили их кое-чему. Они ведут там борьбу, по сути дела на чужой территории С германским и итальянским фашизмом и с его техникой. Для нас, коммунистов, я считаю, Вести такую войну вольготнее и дешевле. За наших бойцов в Китае, Которые постараются научить китайцев бить своих врагов, Но которые еще их этому не научили. Я по-мужицки понимаю, Заметил Сталин, Что лучше воевать в Китае с японскими фашистами, Чем в ИССР. За наших людей, которые ведут предварительную подготовку С-149. Сделав заявку на еще два слова, Оратор попросил слушателей представить себе, Что у нас в стране стояли бы у власти люди, Агенты Англии, Германии, Японии. Он назвал пару имен тех, Кто подозревался в этом, И пообещал доказать их вину на предстоящем судебном процессе. Представьте себе, Продолжал Сталин, Что если бы эти агенты стояли бы у власти в ИССР, То политика советского правительства шла бы по желаниям и в интересах этих капиталистических и империалистических государств. С-150. Сколько хрущевско-горбачевской пропагандой говорено в этой связи о сталинской подозрительности, Сколько писано о шпиономании 30х годов, Об ошибках, Которых в рукопашной могло не быть и не могло не быть, О напрасной ломке отдельных судеб. И за всем этим факты, 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 Подтверждающие, Что подобные суждения родились не на пустом месте. Но факты, Это вещь не только упрямая, А и весьма разнородные. Ныне фактуры не только судебных процессов 30х годов, Аргумент относительно слабый, Не случайно их протоколы, Изданные в свое время массовым тиражом, С середины 50х годов были без протестов изъяты из научного оборота, Но и чудовищным разворотом событий на рубеже 80-90х годов всесторонне доказано, Что Сталин в своем дальновидении в целом был прав. Опережающее отражение действительности, Основанное на четком классовом анализе применительно к большим социальным массивам, Его не подвело. В конечном счете оно совпало с действительностью в результате буржуазно-бюрократического переворота 1991-1993 годов. Если формулировать практически мою программную установку, Признавал Н.И. Бухарин на суде 5 марта 1938 года, То это будет в отношении экономики, Государственный капитализм, Хозяйственный мужик-индивидуал, Сокращение колхозов, Иностранные концессии, Уступка монополии внешней торговли и результат, Капитализация страны. Внутри страны наша фактическая программа, Это сползание к буржуазно-демократической свободе, К коалиции, Потому что из блока с меньшевиками, Исэрами и прочими вытекает свобода партий. Коалиция вытекает совершенно логически из блокировки для борьбы, Потому что если подбирать себе союзников для свержения правительства, То на второй день в случае мысленной победы они были бы соучастниками власти. Сползание не только на рельсы буржуазно-демократической свободы, Но, в политическом смысле, на рельсы, Где есть несомненно элементы цезаризма, Судебный отчет. М. 1. 1997. С. 331-332. Разве это не сходится буквально во всем с тем, Что сотворили Горбачев с Ельциным полвека спустя? Лексикон, правда, другой, но суть та же. Методика другая, Непрямой государственный переворот, Антсовская тактика кирпич за кирпичом. Кадры другие, не серо-меньшевистское ИПР, подполье, А открытое ренегатство высшего звена, Приведшее к пролечу всей партии и всей системы управления. Вариации другие, а цель одна. Никому на слово, товарищи, верить нельзя, Я извиняюсь перед вами, Может быть, это неприятно, Говорил Сталин в январе 1938 год депутатам, Но это крайне необходимо. С. 151. Вот до чего доходила недоверчивость вождя к кадрам. Возмущались многие из нас по поводу таких слов под влиянием магии оттепели. И магия зачаровала и сработала, Сработала непредсказуемо и безотказно. В итоге мосты оказались снесенными, Дороги, размытыми. Беспечность подарила нам распутицу, Которой конца пока не видать. Большинству людей не доводится совмещать В своей текущей деятельности Решение значительных общественно-государственных вопросов С влиянием на личные судьбы людей. Никто еще не сумел доказать, Что гармония в решении крупных задач, С одной стороны, и соблюдение частных интересов, Которые часто идут вразрез с интересами групповыми, Классовыми, национальными, общенародными, С другой, абсолютно возможно. Когда на государственные дела вешают хомут личной карьеры, Преуспеяние, благополучие, Большая политика не сводится до обывательской практики. Когда происходит нечто противоположное, Во имя общего дела корежатся, Часто не заслужено, Жизни отдельных личностей, Мы имеем дело с проявлением бюрократизма и авторитаризма. По большей части встречаются не чистые типы такого поведения, А переплетения обоих. Нормально избегать таких крайностей, Находя меру. Эта проблема неотступно стояла и перед Сталиным. Видимо, он не всегда с ней справлялся, Слишком часто допуская второй вариант. Лица, отдавшие предпочтение первому из вариантов, Которых там, наверху оказалось больше, Постарались и его, и, главное, Свои просчеты приписать одному ему. Не ходя далеко за фактами, Назову двух академиков-философов, Которых знал лично, И которые до конца дней своих имели претензии к Сталину За проявленные к ним, Впрочем, вполне заслуженные пренебрежения. Один из них, Федосеев, Не забыл появление в правде в конце 1952 года Статьи Суслова, Укорявшего его за несамокритичность и двуличие И ставившего вопрос, Искренне ли, с внутренним убеждением Или формально излагаются им ныне правильные марксистские положения, Не хитрит ли автор? Правда. 1952. 24 декабря. Нетрудно было угадать тут стиль Сталина. Другой академик, Л. Ф. Ильичев, Редактировал правду и заслужил недоверие и недовольство Сталина рядом поступков. В томе печатается рецензия на роман В. Лациса к новому берегу С. 435-436, Которую Сталин поручал написать Ильичеву, Напоминал, Когда, Не выполнив поручение самостоятельно, Ильичев сделал это под диктовку Сталина, То струсил подписать материал вместе с ним. История эта имела оригинальное продолжение. На заседании Бюро Президиума ЦК КПСС 27 октября 1952 года Сталин выступил с критикой постановки пропаганды и кадровой политики в партии. У наших кадров, особенно у молодежи, нет глубоких знаний марксизма, заявил он. Наше старшее поколение было сильно тем, что мы хорошо знаем марксизм, политическую экономию. Особенно плохо поставлена пропаганда в газетах, в частности в «Правде». Редактор «Правда» Ильичев слаб. Он просто мал для такого дела. Надо бы назначить главного редактора «Правды» посильнее этого, а этот пусть поучится. Надо контролировать кадры, изучать их и вовремя выдвигать молодежь на руководящую работу, продолжал Сталин. У нас много способной молодежи, но мы плохо знаем молодые кадры. А ведь если выдвинули человека на какую-то работу, и он просидит на этой работе 10 лет без дальнейшего продвижения, он перестает расти и пропадает как работник. Сколько загубили людей из-за того, что вовремя не выдвигали. Сталин предложил для руководства всей политической работой партии создать при Президиуме ЦК постоянную комиссию по идеологическим вопросам и завершил свою речь установкой. Надо в «Правде» и партийных журналах расширять кругозор наших людей, шире брать горизонт. Мы – мировая держава С-588-589. По свидетельству В.С. Беляева, работник секретариата редакции в 70-х годах, старые правдисты утверждали, что вождь не ложился спать, не просмотрев хотя бы очередную правду. Однажды, получив новый номер, Сталин увидал на первой странице фотографию коровы-рекордистки, то есть такой буренки, которая давала молока и больше своих товарок, и жирнее, чем у тех получалось. Фотография была хорошей. Но вождь сказал, что за дурак напечатал на первой полосе «Правды» фотографию коровы. Заменить надо всех. Минуточку. Тот, кто занимается промышленностью и вообще машинами, до такой глупости никогда бы не додумался. Вскоре в приемной главного редактора «Правды» зазвонила вертушка. Дежуривший в тот день помощник главного редактора Михаил Александрович Шатунов поднял тяжелую трубку правительственной связи. Редакция «Правды». Помощник главного редактора Шатунов отрапортовал он и услышал. «Здравствуйте, товарищ Шатунов. Это Сталин говорит. Где главный редактор? Он в редакции, в одном из отделов. Скоро будет на месте. Передайте, пожалуйста, вашему главному редактору, что он дурак. Спасибо, и вождь положил трубку. Нетрудно представить себе состояние Михаила Александровича. Не передавать Ильичеву, а главным редактором в этот момент, в 1952 году, был Ильичев. Мнение Сталина об Ильичеве нельзя. Но и передать-то как? Точно так, как сказал ему Сталин. Теми же словами, ой-ой-ой, смягчить, может быть, еще хуже. И когда Леонид Федорович вернулся в свой кабинет, Шатунов слово в слово передал ему все то, что услышал от Сталина. Ильичев попросил помощника созвать всех членов редколлегии, а когда они пришли, заставил Михаила Александровича повторить рассказ. Никто ничего не понял. Яснее стало через несколько дней, когда в редакцию приехал М.А. Суслов вместе с каким-то красивым, еще молодым человеком. Речь Суслова была краткой, но выразительной. Товарищи, сказал он. Мы считаем, что вы со своими обязанностями справились. Со мной приехал новый главный редактор Дмитрий Трофимович Шапилов. Он и поведет номер. Словом, освободили всех. Кроме того, кто занимался промышленностью и вообще машинами, редактора промышленного отдела Ивана Ивановича Пустовалова, Беляев В.С. Различные сугубо личные размышления старого правдиста на прогулке по Тверскому бульвару. Рукопись. 2005. С. 93-94. Мемуарист не пишет здесь о самочувствии самого Ильичева. Но подобные встряски партбюрократы с обывательским синдромом, как правило, не прощают. Роль их в последующей догматизации и дискредитации марксизма вряд ли может быть оспорена. Настоящий том является наглядной иллюстрацией заботы Сталина о духовном состоянии советского общества или, как сказали бы теперь, о подъеме его духовности, разумеется, прежде всего светской, а не религиозной. На его страницах встречаются имена поэтов Д. Бедного и В. Маяковского, писателей Шолохова, Горького, Р. Ролана, Эренбурга, Соболева, Панферова, Авдеенко, Леонидзе, Лациса, В. Василевской, драматургов, Эфиногенова и Корнейчука, Корифеев Русского театра Станиславского и Немировича Данченко, актеров Черкасова, Хмелева, Плепта, Жарова, Черкова, Раневской, Кадочникова, Орловой, Целиковской, Москвина, кинодеятелей Зинштейна, Довженко, Пудовкина, Шумятского, Большакова, Эрмлера, архитекторов Щусева и Афана, Руднева, Ифроса, Жалтовского, Чернышева, Обросимова, Хрякова, ученых Комарова, Вернацкого, Зелинского, Вавилова, Ферсмана, Мичурина, Павлова, Лосенко, Арбели, Цицина, Бокова и ДР. Эти имена звучат в разном контексте, критическом или же поощрительном, но всегда при неравнодушном, а порой и страстно заинтересованном реагировании на явления новой отечественной культуры. Любые объединения людей представляют собой систему взаимных связей, случайных контактов, форм общения, регулярных общественных отношений и их сгустков, социальных институтов, организаций, носящих более или менее устойчивый характер. Все это своего рода кровеносная система, разносящая по физическому телу общества как совокупности биологических индивидов живой кислород социальности, поддерживающий ее собственно человеческое бытие. Вся эта система, несмотря на нескончаемые, не умолкающие разговоры о ней на протяжении столетий, до сих пор мало изучена и нуждается в правильном анализе. Условно в великом множестве этих связей можно выделить межличностные, личностно-групповые и личностно-общественные. Существуют и связи коллективно-общественные, а также сочетания всех упомянутых. Их без конца повторяют, воспроизводят, творят конкретные люди, не зная ни днем, ни ночью покоя. Эта элементарная схематизация нужна нам потому, что при ее помощи сравнительно легко понять, что разные социальные индивиды бывают включены в неодинаковые комплексы взаимных связей. Многие из них, как правило, не выходят за рамки межличностных муж, жена, родители, дети, родственники, друзья, ближайшие соседи и личностно-групповых, семья, товарищи по учебе и работе, односельчане, жильцы одного дома и ДР. Лишь эпизодически попадая в сферу личностно-общественных связей, пример, выборы представительных органов власти, а иные, наоборот, их меньшинство, погружены в эту сферу почти целиком. Понятно, что каждая из сфер как среда общения диктует свои нормы и правила и что бывает дозволено Юпитеру, не дозволено Баку. Но верно и другое правило, что дозволено Баку, подчас противопоказано Юпитеру. Батует мнение, что Сталин сам создавал собственный культ личности, выгодное хрущевцам, горбачевцам, всякого рода оборотнем и перерожденцам. Это мнение снимало со многих чиновников ответственность за прегрешение еще сталинских времен, облегчало внедрение правого отпортунизма в партийной практике, вуалировало демонтаж социализма в государственной и хозяйственной жизни. Но нет ничего более далекого от действительности. Сталин резко пресекал случаи словословия в свой адрес, хотя делал это не всегда и сознавал, что в сложнейшем переплете интересов и настроений эпохи массам необходим надежный ориентир, неподкупный авторитет. Зря распространяетесь о вожде, пишет он драматургу А.Н. Афиногенову в апреле 1933 года. Это нехорошо и, пожалуй, неприлично. Не в вожде дело, а в коллективном руководителе, в ТК партии С-41. Как бы продолжая этот разговор, на сей раз с участниками первомайского парада 1934 года, Сталин заявляет, вожди без масс ничто. Массы решают успех всякого дела и судьбы истории. Все зависит от того, за кем массы пойдут С-62. В основном этой точке зрения он придерживался до конца своих дней. Уже без Сталина, на июльском, 1953, пленуме ЦК КПССА и, Микоян по поводу культа личности заявил. Мы понимали, что были перегибы в этом вопросе и при жизни товарища Сталина. Товарищ Сталин круто критиковал нас. То, что создают культ вокруг меня, говорил товарищ Сталин, это создают эсеры. Мы не могли тогда поправить это дело, и оно так шло. Нужно подойти к роли личности по-марксистски, известия ЦК КПСС. Почему оно так шло, Микоян не сказал. Подойти к роли личности по-марксистски ЦК так и не сумел. Мы не сказали бы всей правды, если бы не отметили того, что на некоторых поворотах истории Сталин как индивид был вынужден считаться со Сталином как политическим феноменом. Особенно остро его формула «я стою один» дала себя почувствовать в период Отечественной войны. Несмотря на потери от предвоенных репрессий и поражений первого года боевых действий, он сумел выковать блестящую когорту полководцев, уникальный офицерский корпус, но на формирование аналогичного легиона партийных руководителей его не хватило. В конце 1943 года Сталин сетовал А.Е. Голованову на то, что его обожествляют. Он говорил, что святых людей нет, такого человека, как Сталин, конечно, нет, но если люди создали такого, если верят в него, значит, это нужно в интересах пролетариата и нужно поддерживать. В военной обстановке это явление укреплялось неизбежным для нее режимом единоначалия, естественным чувством опасности, нуждаемостью в коллективной взаимовыручке, ориентацией на полководческую мудрость и героический пример. Сталину независимо от того, хотел он этого или не хотел, приходилось играть свою, только ему принадлежащую роль. Отказаться от этой роли, сбросить ее с себя, отделаться от нее Сталин уже не мог. В ней был заинтересован многомиллионный коллектив советских людей, а коллективный интерес, и Сталин это знал, сродни объективной необходимости. Сколько-нибудь полноценной альтернативы не было. Начавшаяся с Хрущева аппаратно-бюрократическая инерция сделала ее потом просто невозможной. Как писал совсем о другом человеке литератор В.Ф. Ходосевич, была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько своему собственному, сколько некоему чужому, притом, коллективному воображению. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед массами в том образе и в той позе, которых от него массы ждали и требовали в обмен на свою любовь. Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некой массовой иллюзией, частью того золотого сна, который однажды навеян и который разрушить он уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае, могу ручаться, что он часто томился ею, воспоминания о горьком. М.1989. С.24-25. Эти строки посвящались писателю. К Сталину они применимы вдвойне и втройне. В своем упоении абсолютной властью, как фальшиво порою писали о Сталине демократы, он бывал в интеллектуальном и моральном отношении зачастую одинок, но не оставался один. Доверительной опорой долго служил ему В.М. Молотов, надежным исполнителем, Л.М. Каганович. Его доверием и вниманием пользовались относительно молодые и трагические фигуры А.С. Щербаков, Н.А. Вознесемский, А.А. Кузнецов, несомненной симпатией, А.А. Жданов, А.Н. Косыгин, в конце жизни он внимательно присматривался к растущей партийной смене, почему и предложил ЦК после 19 съезда избрать вместо Политбюро Президиум, который вместе с секретариатом составлял руководящий коллектив в 36 человек. Моментальное сокращение его на первом же послесталинском пленуме в Трое, с 36 до 12 человек, мало того, что оно было грубым попранием норм внутри партийной демократии, чем-то вроде переворота, послужило также отдаленной причиной сложившейся уже в 60-х годах системы брежневской геронтократии. Однопоколенного старовластия, с ее неизбежным консерватизмом, со всеми ее видимыми и невидимыми негативными последствиями. Конец этой системы эффект домино, легко прогнозировался. Уход из жизни в течение трехлетия, 1982-1985 трех генсеков эпохи Великих Похорон, означал не только неполадки в кадровой работе, но и прекращение действия механизма нормальной преемственности на самом пике управленческой пирамиды. Положение на грани политической безответственности. Настоящую духовную подпитку Сталин, несомненно, всегда черпал в учении Ленина, в живой памяти о нем, подтверждение чему мы находим и в этой книге. Ленин, это был такой мужик, левого мизинца которого мы не стоим, мужик, который весь был выкован из нержавеющей стали С-147, восхищенно говорил он депутатам Верховного Совета СССР, январь 1938. Вы знаете, что мы, большевики, привыкли идти против течения, заявил Сталин на приеме деятелей таджикского искусства, апреля 1941, и я, как большевик, хочу сегодня сказать о человеке, который хотя и умер, но будет вечно жить в истории. Я хочу сказать о том человеке, который нас воспитал, учил, иногда журил, иногда хвалил, который сделал нас людьми, о Ленине. Это он, Ленин, научил нас работать так, как нужно работать большевикам, не зная страха и не останавливаясь ни перед какими трудностями, работать так, как Ленин. Мы являемся его тенью, его птенцами и учениками. Было бы ложной скромностью с моей стороны сказать, что мы, нынешние руководители партии и правительства, ничего не сделали, не имеем достижений. У нас имеются и успехи, но всем этим мы обязаны Ленину. Охарактеризовав далее Ленина как творца идеологии и политики дружбы народов, плодами которой мы все пользуемся, оратор завершил этот пассаж так. Я скажу по-восточному, мы его тень на земле и светим его отраженным светом. С. 212. Свечение отраженным светом Ленина Сталин считал своим жизненным призванием, и у нас нет оснований сомневаться в искренности его выбора. На последнем для Иосифа Виссарионовича пленуме ЦК 16 октября 1952 года, когда Молотов, отвечая на его критику в свой адрес, назвал себя учеником Сталина, тот реагировал на это категорически однозначно. Чепуха. Нет у меня никаких учеников. Все мы ученики великого Ленина. С. 586. Пролистывая страница за страницей советскую историю, всякий раз убеждаешься, что при мощном подъеме в народной массе разнообразных талантов, научных и художественных, технических и конструкторских, педагогических и артистических, хозяйственных и военных, публицистических и дипломатических, нет им числа, мы почти не видим лиц, обладающих одновременно неугомонной любознательностью, хватающим за линию горизонта теоретическим кругозором и выдающимися организаторскими способностями. Не потому ли советская власть не совершила окончательный прорыв в ноосферу, что не справилась с подготовкой в широком порядке таких именно кадров? Мало у нас в руководстве беспокойных. С. 457 намекнул на, возможно, главный предмет своей озабоченности, беседуя с Ю. А. Ждановым, Сталин. Он сам был образцом творческой неуспокоенности, от чего и подвергся как неумеренным восхвалениям, так и неуемным поношениям и больше пока не повторился. Постарались и несомненные противники, и недавние сторонники, которых прихватила плесень обывательщины и которые обороняли обретенный чиновный уют. Но со взятой на себя ролью могильщиков идеи они не справились и справиться не могли. Идея, несущая в себе зерно истины, могильщикам не дается. Как уже отмечалось, этим томом завершается проект собрания сочинений И. В. Сталина 1946 года. Тома 1.13.1946-1951. Выпускались институтом Маркса Энгельса, Ленина пред ТК ВКПП. Тома 14.16.1997. Рабочим университетом, том 17.2004, научно-методическим советом ТК КПСС, том 18.2006, издает идеологическая комиссия ТК КПСС. Но на этом деятельность по публикации сталинского наследия не кончается. Уже ведется компоновка тома 19. В отличие от 90-х годов над книгами работает творческая группа, располагающая возможностями поиска в библиотеках и архивах, надлежащей техникой. Составители обнаружили в томах 14.17 кое-какие ошибки, пусть невольные и не грубые, но задевающие их профессиональное самолюбие и репутацию предпринимаемого издания. За эти ошибки мы приносим читателям свои извинения. В отношении ряда материалов, помещенных в томах 14.16, высказывались замечания насчет их неполной документальной достоверности. Это касается отдельных перепечаток, не имевших архивного обоснования. Откровенно скажу, мы сознавали этот недостаток с точки зрения строгой академической науки, но, не имея других возможностей, допускали его десятилетия назад ради восстановления исторической правды. В томах 17.18 таких допущений нет. Из-за малости сил и отсутствия надлежащей исследовательской базы пришлось отказаться от обычной в конце томов 1.13 биографической хроники. Другим отличием этих книг стало то, что примечания помещаются не в конце тома, а непосредственно после соответствующего документа. Названия некоторых документов даны составителями. В конце томов 16.18 помещаются обстоятельные приложения. Формат их тот же. Внешний вид соответствует традиции. Составители благодарят своих добрых помощников Авдеева В.А, Антонова Д.А, Виноградова М.В, Зиновьеву Л.В, Золкина А.В, Игнатьева О.В, Краснову Т.Г, Леонтьева Н.П, Ложкину А.С, Ложкину Е.А, Ложкина С.А, Маныкина А.В, Марину В.В, Медведева Д.В, Нинова В.В, Пермикину С.П, Потапова К.К, Терехова С.М, Федюнина В.В, Хрящевского Р.Е, Чудинову С.В, Швареву Е.Б, Еброву Т.И. Всех товарищей, которые делом и словом воодушевляли нашу работу. Ричард Косолапов. Декабрь 2005 года. Составители тома. М.Н. Грачев А.Е, Кирюнин Р.Е, Косолапов Ю.А, Никифоров С.Ю. Раченков С.Ю. Раченков. Архивная справка. О макетах неизданных томов сочинения И.В. Сталина. В Российском государственном архиве социально-политической истории Р.ГАСПИ, хранятся подготовленные институтом Маркса Энгельса, Ленина, предсвека КПСС материалы к томам 14, 15 и 16 собрания сочинений И.В. Сталина. В советское время работа над ними закончена не была, в свет эти тома не вышли. Дальше всего зашла работа над томом 14, F. 558, O.P. 11, D. 1072. Макет 14-го тома собрания сочинений И.В. Сталина с редакционными предложениями и замечаниями. Редакционный экземпляр. 1954 год. D. 1073. Макет 14-го тома собрания сочинений И.В. Сталина с корректорскими правками. Сигнальный экземпляр. 1946 год. Кроме того, в 1967 году в США была осуществлена публикация томов 14, 15 и 16 Стэнфордским университетом, под эгидой Hoover Institution Foreign Language Publications. Составителем томов обозначен Роберт Макнил, Роберт Макнил. Предисловие на русском и английском языках В.С. Свараковского, Витовулдес, Свариковский, С.М. Р.ГАСПИ, F. 558, O.P. 11, D. 1545, 1546, 1547. Подготовленный в 1946 году макет 14-го тома сочинений отличался от варианта 1954-го большим числом включенных в него документов. Это объясняется тем, что первоначально предполагалось поместить в том 15 собрание сочинения историю Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Краткий курс. Затем на каком-то этапе было принято решение не перепечатывать его целиком, а параграф о диалектическом и историческом материализме, как написанный лично Сталином, он уже публиковался в Правде и в вопросах ленинизма, включить в том 14. Этим, скорее всего, и объясняется исключение из макета целого ряда малозначительных по содержанию текстов, в частности письма пионерам и школьникам села Новая Уда, место первой ссылки Сталина. 6 января 1934 года в Правде от имени пионеров и школьников было опубликовано приветствие ему в связи с 30-летием побега оттуда, газетного отчета о торжествах в честь пуска метрополитена, приветствие кавалерийской дивизии имени Сталина, работникам золотой промышленности, телеграмм-летчикам-испытателям, морякам-полярникам, победителям автопробегов и ПР. В то же время в макет 1954 года были добавлены письмо в детиздат с возражением против публикации рассказов о детстве Сталина, 16 февраля 1938, и запись речи на приеме таджикской декады, 22 апреля 1941. Большинство документов, предназначавшихся к публикации в томах 14-16, вошло в тома, изданные в 1997 году. В настоящий, 18-и краткое том включены оставшиеся тексты из подготовленных в 1941-1950-е годов макетов. Таким образом, с выходом в свет этого тома можно считать, что опубликованы все сталинские документы, планировавшиеся в его собрании сочинений. Что касается американского издания, то его том 14 по своему содержанию ближе к макету 1954 года, помещены статья о диалектическом и историческом материализме, письмо в детиздат предсекавый ЛКСМ и ДР. Однако отсутствует речь перед деятелями таджикского искусства. В то же время в него включены письмо товарищу Егорову и ответ редактору правды, в связи с сообщением агентства ГАВАС, которое советскими составителями начала 50-х годов, по-видимому, включать в собрание сочинений не планировалось, в известных нам макетах они отсутствуют. Оба документа опубликованы в 14-м томе сочинений 1997 года. С. 78 и 343-345 соответственно. Возьмем в руки макеты неизданных томов. Сколько было выпущено редакционных экземпляров, неизвестно. Однако каждый из сохранившихся несет определенную информацию о ходе подготовки издания. О некоторых из них уже писали газеты. Среди прочих помет, например, имеется запись, запрещающая публикацию материалов, связанных с именами В. П. Чкалова Я. М. Матросова С. М. Прищепенко В. М. Снять. Дуэль. 2004-1-3. Два экземпляра редакционных макетов, тома 14 и 15, были предоставлены в распоряжение составителей Людмилой Валерьевной Зиновьевой. Обращение к этим макетам дает возможность получить некоторые представления о характере редакционной правки. В частности, 15 и краткое том несет на себе различные и многочисленные следы редакторской работы, позволяющие проследить за ходом подготовки заключительной части издания, так и не увидевшего свет при советской власти. Макет «14 годома» представляет собой книгу, выполненную в стиле предшествующих 13 томов. На титульном листе значится «Том 14. Июль 1934. Апрель 1941». Издание «Государственное издательство политической литературы. Москва. 1956». Бросается в глаза, что издание выполнено еще институтом Маркса Энгельса. Ленина, Сталина предсвека КПСС. Том содержит 433 страницы, включая примечания, биографическую хронику и оглавление, плюс 8 страниц титула и предисловия. В книгу вошел 41 сталинский документ. Не имея на себе никаких пометок, Том производит впечатление сигнального экземпляра полностью готовой к выпуску книги. Переплет макета «15 годома» выполнен из блоков, очевидно, принадлежавших ранее различным книгам. Это видно не только по разнице в цвете бумаги и состоянии обреза. Лишь начиная с 225 и краткой страницы типографские метки, сигнатура, встречающаяся в нижней левой части нечетных страниц, содержат номер тома 15. До этого, от самого начала книги, в них значится номер 16. На титульном листе. Том 15. Июль 1941. Март 1953. Издание «Государственное издательство политической литературы. Москва. 1954». Обратим внимание на выпавшие из хронологии два месяца, мая и июнь 1941 года. Вероятно, этот период обойден составителями не случайно, поскольку 5 мая 1941 года Сталином была произнесена известная речь перед выпускниками военных академий РКК, по поводу ее содержания впоследствии появилось множество инсинуаций. Несмотря на то, что существовало несколько вариантов записи этого сталинского выступления, в середине 1950-х руководство КПСС, очевидно, посчитало нужным сохранить завесу секретности над столь важным историческим эпизодом. Можно предположить, что обнародование этого текста, в котором Сталин прямо и недвусмысленно предупреждает военных о неизбежности в скором времени столкновения с гитлеровской Германией, никак не вписывалось в стратегию развенчания культа личности, одним из ключевых элементов которой были обвинения Сталина в необъяснимой слепоте и маниакальной самоуверенности перед лицом надвигающейся угрозы. Макет «15 годома» содержит 573 страницы с примечаниями, биографической хроникой и оглавлением, плюс 7 страниц титула и предисловия. В книгу вошло 102 сталинских текста, в том числе такие работы, как «Марксизм» и «Вопросы языка знания», «Экономические проблемы социализма» в ИССР. В целом том оставляет впечатление некоего промежуточного варианта. В частности, как уже упоминалось выше, он фактически сшит из разнородных блоков, принадлежавших ранее двум различным томам, что повлекло за собой необходимость перенумеровывать страницы, соответствующие изменения нумерации внесены от руки черными чернилами и в оглавление. В результате на стыке этих частей встречаются заклеенные внутри соседних страниц тексты, по каким-то причинам исключенные составителями из издания. Впрочем, их содержание в большинстве случаев поддается реконструкции. К этим текстам относится приказ Народного комиссара обороны СССР 18 сентября 1941 года о переименовании первых четырех стрелковых дивизий в гвардейские С-10 главнокомандующему Юго-Западного фронта маршалу Тимошенко, командующему Южного фронта генерал-полковнику Черевиченко, 30 сентября 1941 года С-36 вице-адмирал Утов Октябрьскому генерал-майору Тов Петрову, 13 июня 1942 года С-55 и т.д. Таких текстов насчитывается 23. Но всего исключенных документов больше, поскольку склеенные на стыках страницы имеют номера с разрывом, страницы же, находившиеся между ними, из книги удалены. Так, страницы со старыми номерами 117-141 перенумерованы в 133-157, т.е. налицо уменьшение на 16 страниц. А страницы 198-205 перенумерованы в 237-243, т.е. к этому моменту исключено уже 39 страниц. Общий объем сокращения на основе данного макета установить не представляется возможным. С другой стороны имеются добавления, к примеру, вписанные в оглавление от руки письмо в редакцию «Правды» по поводу романа В. Плациса к Новому берегу, как известно, продиктованные редактору «Правды» Л. Ф. Ильичеву и подписанной группой читателей. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют смысловые правки, которым подвергся том. Они явно отражают стремление лиц, осуществлявших контроль за изданием, скорректировать отношение к Сталину со стороны будущих читателей, сместить акценты в сторону его развенчания. Так, на странице 6 предисловия «Правки» подверглось следующее предложение. В них, в произведениях, вошедших в данный том, сэр, разрабатываются важные теоретические проблемы марксистского языкознания, политической экономии, социализма, международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения. Полоской бумаги заклеены важные теоретические проблемы, с надписью «Поверх», «Вопросы». Новые редакторы сочинений тем самым снижают уровень затронутых Сталином тем. И это еще не все. Слово «социализма» также заклеено, но уже безо всякого замещения. Таким образом, Сталину не только отказано в теоретической важности объектов его внимания, его наследие вообще исключается как явление социалистической литературы. Макет несет на себе также следы неуверенности, колебаний в отношении тяжелого наследия культа личности. Например, на страницах 243-244, в самом конце записи сталинской речи на предвыборном собрании избирателей 9 февраля 1946 года отчетливо просматриваются следы подчистки. Это касается подчеркивания фраз, передающих реакцию собравшихся, подчищенной затем выделение отмечено ниже курсивом. «Великому творцу всех побед, товарищу Сталину, ура!» С. 243 «Творцу всех наших побед, товарищу Сталину, слава!» С. 244 Зачем же поначалу эти фрагменты выделили, обвели и подчеркнули чернилами, а после этого выделения убрали? Ответ обнаруживается под бумажными заплатками, подклеенными тут же на полях. На просвет под ними легко прочитывается написанный от руки. Предлагается это снять. Итак, поначалу чье-то недреманное око резанули слова о творце всех побед и было принято решение избавить от них стенограмму. Однако позже от этого отказались. Почему? Хотели подчеркнуть, до каких неприличных форм доходили словословия в адрес вождя. Или, может быть, ёкнуло руководящее сердце, тронули монументальные формы народной любви. Чем черт не шутит, глядишь, и сам когда-нибудь сподобишься выбиться в творцы всех побед. Так или иначе, в итоге избавились не от двух фраз в стенограмме, а разом от всех неизданных на тот момент томов. И сделали это с очевидным облегчением. Ведь с уходом Сталина оборвалась эпоха. Люди, оказавшиеся на его месте, не сразу с этим свыклись. Уже тот факт, что эпопея с изданием, вернее, с отказом от издания, оставшихся томов сочинений длилась свыше трех лет, говорит о неопределенности, в которой пребывало руководство. Тем красноречивее выглядит последняя поправка, сделанная в заключительной строке предисловия к пятнадцатьму тому. Кто-то осторожно заклеил во фразе «Настоящим томом завершается первое издание сочинения И.В. Сталина». Слово «первое», видимо, решив уже никогда не возвращаться больше к этому, словно и не издание завершается, но все, что связано с известным именем, будто приговор утвердил. Однако, как это частенько бывает в истории, приговор оказался актуален вовсе не в отношении к ушедшему от нас свыше полувека назад историческому деятелю, а в отношении его незадачливых наследников. Личность И.В. Сталина, его идейное творчество продолжают вызывать неподдельные интересы живое, эмоциональное восприятие миллионами людей, а его сочинения издаются и будут издаваться. Вердикт Хрущевцев дал эффект бумеранга. Он оказался актуален в отношении тех, кто в тиши кабинетов безнаказанно кромсал и правил сталинское наследие, трусливо пряча исполинскую мощь, стальную логику от грядущих поколений. Сергей Раченков. Октябрь 2005 года. Выступление на шесть съездей РСБ РПП. Политический отчет ЦК. 27 июля, 9 августа, 1917 года. Прежде чем перейти к докладу о политической деятельности ЦК за последние 21-2 месяца, я считаю нужным отметить основной факт, определивший деятельность ЦК. Я имею в виду факт развития нашей революции, ставящий вопрос о вмешательстве в область экономических отношений в форме контроля над производством, о передаче земли в руки крестьянства, о передаче власти из рук буржуазии в руки Советов РСБ. Все это определяет глубокий характер нашей революции. Она стала принимать характер социалистической, рабочей революции. Под давлением этого факта буржуазия стала организовываться и поджидать удобного момента для выступления. Таким моментом она считала момент отступления на нашем фронте или, вернее, момент отступления в случае, если Германии удастся на нас наступать. Деятельность ЦК в мае месяце протекала в трех направлениях. Во-первых, дан был лозунг перевыборов в СР и СД. ЦК исходил из того, что у нас революция развивается мирным путем. Противники приписывали нам попытку к захвату власти. Это клевета на нас, у нас не было таких намерений. Мы говорили, что у нас открыта возможность путем перевыборов Советов согласовать характер деятельности Советов с наступлением широких масс. Нам было ясно, что достаточно перевеса в один голос в СР и СД, и власть должна будет пойти иным путем. Поэтому вся работа в мае месяце шла под флагом перевыборов. В конце концов мы завоевали около половины мест в рабочей фракции и около 1-4 в солдатской. Другая сторона – агитация против войны. Мы воспользовались вынесением смертного приговора на ТОВ и ФР. Адлером и организовали ряд митингов протеста против смертной казни и против войны. Сразу переменилось к нам отношение солдат, понявших, что мы – не враги России. Третья сторона деятельности ЦК – муниципальные выборы в мае месяце. ЦК совместно с ЦК приложил все силы, чтобы дать бой как кадетам, основной силе контрреволюции, так и меньшевикам и эсерам, вольно или невольно пошедшим за кадетами. Из 800 000 голосовавших в Петрограде мы получили около 20% всех голосов, причем Выборгскую районную думу завоевали целиком. Особенную услугу партии оказали товарищи солдаты и матросы. Итак, май месяц прошел под знаком 1 – муниципальных выборов, 2 – агитации против войны и 3 – перевыборов в СР и СД. Июнь месяц. Слухи о подготовке наступления на фронте нервировали солдат. В связи с этим появился целый ряд приказов, сводивших на нет права солдат. Все это электризовало массы. Каждый слух моментально облетал весь Питер и вызывал волнение среди рабочих и особенно солдат. Слухи о наступлении приказа Керенского с знаменитой декларацией прав солдата. Разгрузка Петрограда от ненужных элементов, как говорили власти, причем было ясно, что хотят освободить Петроград от беспокойных элементов. Разруха, принимавшая все более ясные очертания, все это электризовало и нервировало рабочее население. На заводах устраивались собрания, и нам то и дело различные полки и заводы предлагали организовать выступление. 18-5 июня предполагалось выступление-демонстрация, но ЦК постановил пока выступление не предпринимать, а созвать 27 госсобрания из представителей районов, фабрик, заводов и полков и на нем решить вопрос о выступлении. Такое собрание было созвано, присутствовало около 2000 человек, по-видимому, ошибка в записи, на деле около 200. Ред. Выяснилось, что особенно волнуются солдаты. Рабочие нервутся к выступлению. Громадное большинство голосов решило выступать. Ставится вопрос о том, что делать, если съезд советов выскажется против выступления, можно ли в таком случае быть уверенным в успехе, не преувеличиваем ли мы наших сил. Громадное большинство высказывавшихся товарищей полагало, что никакая сила не остановит выступление. После этого ЦК решил взять на себя организацию мирной демонстрации. На вопрос, поставленный солдатами, нельзя ли выйти вооруженными, ЦК постановил. С оружием не выходить. Солдаты, однако, говорили, что выступать невооруженными невозможно, что оружие – единственная реальная гарантия против эксцессов со стороны публики, что они возьмут оружие только для самообороны. 22.9. июня ЦК, ПК и военные организации устраивают совместные заседания. ЦК ставит вопрос. Ввиду того, что съезд советов и все социалистические партии выступают определенно против нашей демонстрации, поставить вопрос об отложении выступления. Все отвечают отрицательно. В 12 часов ночи 22.9. июня съезд советов выпускает воззвание, в котором все свои моральные силы и весь авторитет съезда советов направляют против нас. ЦК постановляет демонстрацию отложить в виду того, что большинство съезда против демонстрации. Кроме того, самим съездом назначается демонстрация на 1 июля 18. июня, где массам удастся выявить свою волю. Рабочие и солдаты встречают с затаенным недовольством такое постановление ЦК, но они выполняют его. Характерно, товарищи, что в этот день 23.10. июня утром, когда целый ряд ораторов от съезда выступал на заводах для ликвидации попытки устроить демонстрацию, громадное большинство соглашалось выслушивать ораторов только нашей фракции. ЦК удалось успокоить солдат и рабочих, и тем были продемонстрированы наши силы и влияния. Съезд советов, назначая демонстрацию на 1 июля 18. июня, вместе с тем объявил, что демонстрация состоится под флагом свободы лозунгов. Ясно, что съезд решил дать бой нашей партии. Мы приняли вызов и стали готовить все силы к предстоящей демонстрации. Товарищи знают, как прошла демонстрация 1 июля 18. июня. Даже буржуазные газеты говорили, что громадное большинство шло под лозунгами, выдвинутыми большевиками. Основной лозунг «Вся власть советам» демонстрировала не менее 400 000. Только три маленькие группы, бунт, казаки и плехановцы, решились выставить лозунг. Доверие временному правительству, да и те закаялись, потому что их заставили свернуть свои знамена. Съезд советов воочию убедился, что сила и влияние нашей партии велики. У всех сложилось убеждение, что демонстрация 1 июля 18. июня более внушительная, чем демонстрация 4 мая 21. апреля, не пройдет даром. И действительно, она не должна была пройти даром. Речь говорила, что, по всей вероятности, произойдут серьезные перемены в составе правительства, ибо политика советов не одобряется массами. Но как раз в этот день началось наступление на фронте, удачное наступление, и в связи с этим начались манифестации черных на Невском. Моральная победа большевиков была сведена к нулю. Свели к нулю и те возможные практические результаты, о которых говорили и речь, и официальные представители правящих партий эсеров и меньшевиков. Временное правительство осталось у власти. Факт наступления, частичные успехи Временного правительства, целый ряд проектов о выводе войск из Петрограда произвели должное действие на солдат. На этих фактах они убедились, что империализм пассивный превращается в империализм активный. Они поняли, что пошла полоса новых жертв. Фронт по-своему реагировал на политику активного империализма. Целый ряд полков, несмотря на запрещение, открыл ряд голосований о том, наступать или нет. Высшее командование не поняло, что при новых условиях России, и при том, что цели войны не ясны, невозможно вслепую вбросать массы в наступление. Вышло то, что мы предугадывали. Наступление было обречено на провал. Конец июня и начало июля проходят под флагом политики наступления. Идут слухи о восстановлении смертной казни, о расформировании целого ряда полков, о целом ряде избиений на фронте. Делегаты с фронта приезжают с докладами об арестах, избиениях в их рядах. Об этом же сообщают из гренадерского и пулеметного полков. Все это подготовило почву для нового выступления. Я перехожу к самому интересному для вас, к событиям 16-18-3-5 июля. Это было 16-3-го июля, в 3 часа пополудни. В особняке Кшасинской на происходившей в это время общегородской конференции обсуждался муниципальный вопрос. Неожиданно влетают двое делегатов от пулеметного полка с внеочередным заявлением. Наш полк хотят раскассировать, над нами издеваются, мы дальше ждать не можем и решили выступать, для чего уже разослали своих делегатов по заводам и полкам. Представитель общегородской конференции Володарский заявляет, что партия решила не выступать. Для ЦК было ясно, что и буржуазия, и черносотенцы хотели бы вызвать нас на выступление, чтобы иметь возможность свалить на нас ответственность за авантюру наступления. У нас было решено переждать момент наступления на фронте, дать наступлению окончательно провалить себя в глазах масс, не поддаваться на провокации и, пока идет наступление, ни в коем случае не выступать, выждать и дать временному правительству исчерпать себя. ТОВ Володарский ответил делегатам, что у партии имеется решение не выступать, и члены партии и их полка должны подчиниться этому решению. Представители полка с протестом ушли. В 4 часа созывается собрание ЦК в Таврическом дворце. ЦК решил воздержаться от выступления. На заседании бюро ЦК я, по поручению ЦК, заявил, что наша партия решила не выступать. Я им передал все факты, сообщил о том, что делегаты пулеметного полка послали своих делегатов по заводам и фабрикам. Я предложил бюро принять все меры к тому, чтобы выступление не состоялось. Это было по нашему требованию запротоколировано. Господа и сэры и меньшевики, которые нас теперь обвиняют в подготовке выступления, забывают об этом. В 5 часов общегородская конференция постановляет не выступать. Все члены конференции расходятся по районам и заводам, чтобы удержать массы от выступления. В 7 часов вечера к особняку Кшасинской подходят два полка с знаменами и с лозунгами. Вся власть советом. Выступают два товарища. Лошевич и Кураев. Оба убеждают солдат не выступать и вернуться в казармы. Их встречают гиком. Долой. Чего еще никогда не бывало. В это время показывается демонстрация рабочих под лозунгом. Вся власть советом. Для всех становится ясно, что удержать выступление невозможно. Тогда частное совещание членов ПК высказывается за то, чтобы вмешаться в демонстрацию, предложить солдатам и рабочим действовать организованно, идти мирно к Таврическому дворцу, избрать делегатов и заявить через них о своих требованиях. Это решение встречается солдатами громом аплодисментов и марсельезой. Часам к 10 во дворце Кшасинской собираются члены ЦК и общегородской конференции, представители полков и заводов. Признается необходимым перерешить вопрос, вмешаться и овладеть уже начавшимся движением. Было бы преступлением со стороны партии умыть руки в этот момент. С этим решением ЦК переходит в Таврический дворец, потому что туда направляются солдаты и рабочие. В это время происходит заседание рабочей части совета. Выступает Зиновьев и ставит вопрос об уже начавшемся движении. Под давлением этого обстоятельства рабочая секция решает вмешаться в движение и придать ему организованный характер, так как масса, не имея никаких руководящих указаний, легко может быть спровоцирована. Поэтому вопрос у секции раскалывается. Меньшинство 1-3 покидает заседание, большинство 2-3 остается, выбирает временный комитет из 15 человек, которому и поручают действовать. Часов в 11 ночи агитаторы и делегаты то и дело возвращаются из районов. Ставится на обсуждение вопрос о назначении демонстрации на 17-4 июля. Предложение не устраивать демонстрации громадным большинством отвергается, как явно утопическое. Для всех ясно, что выступление все равно будет, и ЦК с ПК назначают на 17-4 июля мирную демонстрацию. Данная днем 16-3 го июля заметка в правду о решении не выступать врезывается, поместить другую заметку оказалось невозможным, и 17-4 го правда выходит с белым листом на первой странице. В России выпускается листок, содержание которого, вероятно, всем известно. По всему видно, что предполагался ни захват власти, ни разгон советов. Было бы неразумным, нелогичным обвинять нас в том, что мы, желавшие передать всю власть советам, стремились с оружием в руках захватить власть в свои руки против советов. Характерно, что сами представители так называемой революционной демократии признают, что наша партия не думала устроить восстание. Это прямо заявил официальный представитель исполнительного комитета Войтинский. Читает выдержку из газеты ИСФСР и СДЕП от 17-4 го июля. Об этом же говорится в воззвании к солдатам и рабочим от Всероссийского съезда, примечание редакции 1934 года. Здесь в записи допущена очевидная ошибка, так как воззвание было подписано Бюро в ЦИК Советов Р и С, депутатов и Бюро ВИК Советов К, депутатов. Всероссийский же съезд Советов закрылся 7 июля, 24 июля, Т, Е, до событий 16-18, 3-5 июля. Ред. Между прочим, о Ленине. Он отсутствовал. Уехал 12 июля 29 го июня и приехал в Петроград только 17-4 го июля утром, после того как решение о вмешательстве в движение было уже принято. Наше решение Ленин одобрил. Выступило не менее 500-0-0-0. Слухи о том, что демонстранты хотели арестовать министров, избивали их и ПР. Неправильны. Ни одной попытки захватить хоть одно учреждение не было, если не считать выходок хулиганских групп и уголовных. 17-4 го июля, когда демонстрация мирно шла, на углу Невского проспекта и Садовой началась стрельба по демонстрантам. Целый ряд делегаций заявляют в своих речах о том, что единственный выход из создавшегося положения – взять советом власть в свои руки. Центр. Исп. Комитет на это отвечает отказом. В результате часть солдат уходит, считая свое дело оконченным, другая часть остается. Поворотным моментом является опубликование документов об измене Ленина. Выяснилось, что материал вставки имелся давно. После этого стало ясно, что публикацией документов хотели вызвать ярость солдат против большевиков. Конечно, тут был явный расчет на психологию солдат, на которых больше всего должно было повлиять известие о том, что Ленин – германский шпион. Министр Церетели звонил по телефону и просил газеты не печатать непроверенных сообщений, но живое слово все-таки эти документы опубликовало. Второй факт – слухи с фронта о том, что начался прорыв нашего фронта, о чем знают только лидеры Совета Р и С, Д. Этот факт произвел на лидеров ошеломляющее впечатление. В связи с этим круто изменилось к нам отношение меньшевиков и эсеров. Люди, говорившие с нами, как товарищи, вдруг призвали против нас и для охраны Таврического дворца войска, объявив нас изменниками революции. Наступил крутой поворот в событиях, несмотря на наше решение прекратить к завтрашнему дню демонстрацию. 19.6.го.и.юля. Никаких демонстраций. По улице дефилируют новые войска, вызванные с фронта. Из окрестностей Петрограда вызваны юнкера. На улице кишат агенты контрразведки, проверяют паспорта и арестовывают кого попало. В ночь с 18.5.го. на 19.6.е. меньшевики и эсеры решаются объявить диктатуру и разоружить рабочих и солдат. Вдохновителем, оказывается, явился Церетели. Он еще 23.10.го.и.ю.ня хотел это сделать, но тогда его предложение было отклонено по предложению Мартова, по заявлению которого оружием может править всякий дурак. 19.6.го.и.ю.ля. Наши т.т. Каменев и Зиновев ведут переговоры с Либером об ограждении членов партии и партийных организаций от хулиганских нападений, о восстановлении редакции «Правда» и т.д. Переговоры кончились договором, по которому броневики от особняка Кшасинской снимаются, мосты сводятся, оставшиеся матросы возвращаются в Кронштадт. Те части солдат, которые оставались в Петропавловской крепости, беспрепятственно уходят, а у дворца Кшасинской ставится охрана. Но договор не был выполнен, так как за спиной центр ИСПКТа, объявившего диктатуру, начала действовать военная клика. Это стало ясным для всех. От командующего Петроградским округом Кузьмина было получено предложение немедленно очистить дворец Кшасинской. Я отправился в ЦИК с предложением уладить дело без кровопролития. На мой вопрос, чего вы хотите, стрелять в нас, мы не восстаем против советов. Богданов мне ответил, что они хотят предотвратить кровопролитие. Направились в штаб. Военные встретили нас недружелюбно, говорили, что приказ был уже отдан. У меня получилось впечатление, что эти господа во что бы то ни стало хотят устроить кровопускание. Вот та роль, которую наша партия сыграла в эти дни. Партия не хотела выступления, партия хотела переждать, когда политика наступления на фронте будет дискредитирована. Тем не менее, выступления стихийные, вызванные разрухой в стране, приказами Керенского, отправлением частей на фронт, состоялась. И партия, не желая занимать положение прохожего, сочла своим долгом вмешаться в движение. Что это за массовая партия, которая проходит мимо движения масс? Наша партия всегда шла с массой. Церетели и ДР, обвиняющие нас в том, что мы вмешались в движение, тем самым подписывая в себе смертный приговор. Говорят о кровопролитии, но кровопролитие было бы более ужасным, если бы партия не вмешалась в выступление. Она сыграла роль регулятора. Вот все, что я хотел сказать о политической деятельности ЦИКа. Наша партия была единственной партией, оставшейся с массами в их борьбе с контрреволюцией, и мы сделали все, чтобы выйти с честью из создавшегося положения. Аплодисменты. Заключительное слово. 27 июля, 9 августа, 1917 года. Никто из товарищей не критиковал политической линии ЦИКа, никто из ораторов самых лозунгов не опротестовывал. ЦИКа выставил три основных лозунга. Вся власть советом, контроль над производством и конфискация помещичьей земли. Эти лозунги снискали себе симпатии среди рабочих масс и солдат. Эти лозунги оказались верными, и мы, борясь на этой почве, не потеряли масс. Это я считаю основным фактом, говорящим в пользу ЦИКа. Если ЦИКа в самые трудные моменты дает верные лозунги, значит в основном он прав. Критика касалась не основного, а второстепенного. Она сводилась к указаниям на то, что ЦИКа не связался с провинцией и деятельность его проявлялась главным образом в Петрограде. Упрек в оторванности от провинции не лишен основания. Но не было никакой возможности охватить все выступления. Упрек, что ЦИКа фактически превратился в ПК, справедлив отчасти. Это так. Но здесь, в Петрограде, куется политика России. Здесь таран революции. Провинция реагирует на то, что делается в Петрограде. Это объясняется тем, что здесь временное правительство, которое сосредоточивает в своих руках всю власть. Здесь ЦИКа, как голос всей организационной революционной демократии. В советах организовано около 23 миллионов. С другой стороны, события бегут, идет глухая борьба. Нет никакой уверенности, что существующая власть завтра же не слетит. При таких условиях ждать, когда наши друзья из провинции присоединятся к нам, было немыслимо. Известно, что ЦИКа решает вопросы революции, не спрашивая провинции. У них в руках весь правительственный аппарат. А у нас единственный таран – революционный рабочий и солдат. И требовать от ЦИКа, чтобы он не предпринимал никаких шагов, предварительно не опросив провинции, значит требовать, чтобы ЦИКа шел не впереди, а позади событий и только констатировал в своих резолюциях уже совершившиеся факты. Но это был бы не ЦИКа. Только при том методе, которого мы придерживались, мы могли продержаться на высоте положения. Были упреки частного характера. Товарищи говорили о неудаче восстания 16-18-3-5 июля. Да, товарищи, это была неудача, но это было не восстание, а демонстрация. Прорыв на фронте и изменническое поведение напуганных поражением мелкобуржуазных партий, партий эсеров и меньшевиков, повернувшихся спиной к революции, объясняют неудачу революции, а не неудачу нашей партии. Тов. Безработный говорил, что ЦИКа не постарался наводнить Петроград и провинцию листовками с разъяснениями событий 16-18-3-5 июля. Но наша типография была разгромлена, и не было никакой физической возможности отпечатать что-либо в других типографиях, так как это грозило типографиям-разгромом. Дело все же обстояло здесь не так плохо. Если в одних кварталах нас арестовывали, то в других нас встречали с приветом и с необыкновенным подъемом. И сейчас настроения питерских рабочих превосходные, престиж большевиков велик. Я хотел бы поставить ряд вопросов. Во-первых, как мы должны отнестись к клевете? В связи с событиями последнего времени необходимо составить манифест ко всему населению с выяснением всех событий, для чего следует избрать комиссию. И этой же комиссии, если вы ее изберете, я предлагаю издать воззвание к революционным рабочим и солдатам Германии, Англии, Франции и Т.Д. С информацией о событиях 16-18-3-5 июля. Мы, самая передовая часть пролетариата, мы несем ответственность за всю революцию. Мы должны сказать правду о событиях. Во-вторых, об уклонении товарищей Ленина и Зиновьева от явки к властям. В данный момент все еще не ясно, в чьих руках власть. Нет гарантии, что, если их арестуют, они не будут подвергнуты грубому насилию. Другое дело, если суд будет демократически организован, и будет дана гарантия, что их не растерзают. На вопрос об этом нам отвечали в ЦИК. Мы не знаем, что может случиться. Пока положение еще не выяснилось, пока еще идет глухая борьба между властью официальной и властью фактической, нет для товарищей никакого смысла являться к властям. Если же во главе будет стоять власть, которая сможет гарантировать наших товарищей от насилий, они явятся. Председатель М.С. Альминский. Ред. Приня по первой части доклада закончены. Теперь у нас имеются три предложения Т. Сталина. ТОВ. Сталин предлагает обратиться с манифестом к населению по поводу травли, выпустить воззвание к рабочим и солдатам Западной Европы и принять определенные решения об уклонении Т.Т. Ленина и Зиновьева от явки к властям. Сталин. Так как остальные два доклада касаются финансовой и организационной стороны деятельности ЦИК, я предлагаю обсудить еще политическую часть доклада, либо прямо голосовать. Вносится предложение председателю запросить, желают ли товарищи высказаться относительно предложений Т. Сталина. Позерн предлагает не прервать доклада предложениями, не имеющими непосредственного отношения к докладу Центрального комитета. Большинство высказывается за немедленное голосование предложений Сталина. Голосуется предложение избрать комиссию для составления манифеста и воззвания. Предложение принимается. Председатель. Из скольких человек? Есть два предложения. Три и пять. Предложение ставится на голосование. Председатель. Большинство за пять. Кандидатами намечены Т.Т. Сталин, Бухарин, Сокольников, Альминский, Безработный, Мануэльский и Скрипник. Предлагается и принимается предложение утвердить всех. Сталин предлагает вопросы явки на суд Ленина и Зиновьева сейчас не обсуждать и отнести к вопросу о текущем моменте. Доклад о политическом положении. 30 июля, 12 августа, 1917 года. Вопрос о современном моменте есть вопрос о судьбах нашей революции, о силах, двигающих революцию и силах, подкапывающихся под нее. С чего пошла революция? С коалицией 4Х сил. Пролетариата, крестьянства, либеральной буржуазии и союзного капитала. Почему шел на революцию пролетариат? Потому, что он – смертельный враг царизма. Почему шло крестьянство? Оно доверяло пролетариату и оно жаждало земли. Почему шла либеральная буржуазия? Потому, что она в ходе войны разочаровалась в царизме. Она думала, что царизм даст ей возможность завоевать новые земли. Не надеясь на увеличение емкости внутреннего рынка, она избрала путь наименьшего сопротивления. Путь расширения внешнего рынка. Но она ошиблась. Царизм и его войска не смогли даже оградить границы и отдали противнику 15 губерний. Отсюда – измена либеральной буржуазии царизму. А союзный капитал? Он смотрел на Россию, как на подсобные предприятия для своих империалистических целей. Между тем царизм, первые два года подававший надежды на сохранение единства фронта, стал склоняться к сепаратному миру. Отсюда – измена союзного капитала царизму. Царизм оказался изолированным и тихо и спокойно помер. Эти четыре силы февральской революции, шедшие вместе, имели разные цели. Либеральная буржуазия и союзный капитал хотели маленькой революции для большой войны. Но масса рабочих и крестьян шла не для этого на революцию. У них были другие цели. Один – покончить с войной. И два – побороть помещиков и буржуазию. Вот основы противоречия революции. Кризис 3-4 мая 20-21 апреля был первым проявлением этих противоречий. Милюков делает попытку империализм пассивный превратить в империализм активный. В результате массового движения получилось коалиционное правительство. Принцип коалиции, как показал опыт, самые лучшие средства в руках буржуазии для того, чтобы одурманить массы и вести их дальше за собою. С момента образования коалиционного правительства началась мобилизация контрреволюции сверху и снизу. Между тем война продолжается, экономическая разруха растет, революция продолжается, получая все более социалистический характер. Революция врывается в сферу производства, ставится вопрос о контроле. Революция врывается в сельскохозяйственную сферу, ставится вопрос не только о конфискации земли, но и о конфискации инвентаря, живого и мертвого. Поскольку большевики являлись глашатаями пролетарской революции, они верно определили ее характер. Те, которые предлагали ограничиться закреплением революционных завоеваний, были не революционерами. Путь соглашательства, избранный меньшевиками и эсерами, был обречен на бессилие. Не было никакой силы, не было никакой возможности остановить революцию на полпути. Таким образом, тот факт, что у нас революция развивалась и шла вперед, толкал нас на путь необходимости перешагнуть через революцию буржуазную к революции социалистической. Некоторые товарищи говорили, что так как у нас капитализм слабо развит, то утопично ставить вопрос о социалистической революции. Они были бы правы, если бы не было войны, если бы не было разрухи, не были расшатаны основы народного хозяйства. Но эти вопросы о вмешательстве в хозяйственную сферу ставятся во всех государствах, как необходимые вопросы. В Германии этот вопрос поставлен и обошелся без прямого и активного участия масс. Другое дело, у нас в России, у нас разруха приняла более грозные размеры. С другой стороны, такой свободы, как у нас, нигде не бывало в условиях войны. Затем громадная организованность рабочих. У нас, например, в Питере 66% организованных металлистов. Наконец, нигде у пролетариата не было таких широких организаций, как Советы Р и С, Д. Все это исключало возможность невмешательства рабочих масс в хозяйственную жизнь. В этом реальная основа постановки вопроса о социалистической революции у нас в России. Поскольку рабочие вмешиваются активно в процесс с организацией контроля, обмена, поскольку у нас ставится практически вопрос о социалистической революции. И поэтому товарищи, возражающие против этого пункта, неправы. Поскольку революция шагнула так далеко вперед, она не могла не возбудить бдительности контрреволюционеров, она должна была родить контрреволюцию. Это первый фактор мобилизации контрреволюции. Второй фактор авантюра, начатая политикой наступления на фронте и целый ряд прорывов фронта, лишивших власть всякого престижа и окрыливших контрреволюцию, которая повела атаку на эту власть. Ходят слухи, что у нас началась полоса провокации в широком масштабе. Делегаты с фронта считают, что и наступление, и отступление, словом, все, что произошло на фронте, подготовлено для того, чтобы обесчестить революцию и свалить революционное министерство. Я не знаю, верны они или нет, но замечательно, что 15-2 июля из правительства ушли кадеты. 16-3 го начинаются июльские события, а 17-4 го получаются известия о прорыве фронта. Говорить, что кадеты вышли из-за решения по вопросу об Украине, нельзя. Кадеты заявляли о необходимости разрешить украинский вопрос. Есть и второй факт, говорящий за то, что действительно началась полоса провокации. Я говорю о перестрелке на Украине. В связи с этими фактами товарищам должно быть ясно, что прорыв фронта был одним из фактов. Долженствовавших провалить идею революции в глазах широких мелкобуржуазных масс. Есть еще третий фактор, усиливший контрреволюционные силы в России. Это союзный капитал. Если союзный капитал, видя, что царизм идет на сепаратный мир, изменил правительству Николая, то ему никто не мешает порвать с нынешним правительством, если оно окажется неспособным сохранить единый фронт. Милюков сказал в одном из заседаний, что Россия расценивается на международном рынке, как поставщик людей, и получает за это деньги. И если выяснилось, что новая власть, в лице временного правительства, не способна поддержать единого фронта наступления на Германию, то не стоит и субсидировать такое правительство. А без денег, без кредита правительство должно было провалиться. В этом секрет того, что кадеты в эпоху кризиса возымели громадную силу. Керенский же и все министры оказались куклами в руках кадетов. В чем сила кадетов? В том, что их поддерживал союзный капитал. Перед Россией стояло два пути. Либо прекращается война, разрываются все финансовые связи с империализмом, революция двигается дальше, расшатываются основы буржуазного мира, и начинается эра рабочей революции. Либо другой путь, путь продолжения войны, продолжение наступления, подчинение всем приказаниям союзного капитала и кадетов, и тогда полная финансовая зависимость от союзного капитала, в Таврическом дворце были определенные слухи, что Америка даст 8 миллиардов, даст средства восстановить хозяйство, и торжество контрреволюции. Третьего пути быть не может, третьего не дано. Попытка эсеров и меньшевиков выдать выступление 16-17-3-4 июля, выступление рабочих, которым не втерпеж стало переносить политику капитала, за вооруженный мятеж, просто смешна. Если говорить о виновниках, то надо иметь в виду объективные условия. 1. Развитие революции в социалистическую, 2. Прорыв фронта, показавший мелкой буржуазии негодность коалиционного правительства, и 3. Союзный капитал, не желающий субсидировать революцию. В ряду этих сил выступление рабочих – маленькая точка, которую и не заметишь. Единственным виновником выступления является то, что контрреволюция обнаглела. Меньшевики эсеры стали бить налево, в большевиков, обнажив тем самым революционный фронт и отдав себя и нас в плен контрреволюционерам. 16-3 июля мы предлагали единство революционного фронта против контрреволюции. Наш лозунг – вся власть советам и значит создать единый революционный фронт. Но они, боясь оторваться от буржуазии, повернулись к нам спиной, что разбило революционный фронт в угоду контрреволюционерам. Если говорить о виновниках контрреволюции, то виновниками являются эсеры и меньшевики – предатели революции. Если спросить, в чем сила кадетов, которые, сидя в кабинетах, издавали свои директивы для ЦИК, где они черпали свою силу, то ответ может быть один. В союзном капитале, в том, что Россия нуждается в деньгах, нуждается во внутреннем займе, которого не дает буржуазия, или обеспеченном внешнем займе, которого не дает союзный капитал, потому что ему не нравится политика коалиционного правительства. Контрреволюционная буржуазия, союзный капитал и верхи командного состава – вот три опоры контрреволюции. Наше несчастье в том, что Россия – страна мелкобуржуазная, идущая за эсерами и меньшевиками, входящими в соглашение с кадетами, и до того момента, пока крестьянство не разочаруется в идее соглашательства верхов с низами, мы будем страдать, и революция будет проваливаться. Но подземные силы революции не дремлют. Поскольку война продолжается, поскольку продолжается разруха, никакие репрессии, никакие казни, никакие московские совещания не спасут правительство от новых взрывов. Крестьянство не получит земли, рабочий не получит контроля над производством, солдат будет возвращен в прежнее рабство. Делегаты с фронта передают, что у солдат зреет мысль кровавой расправы, и, поскольку контрреволюция будет торжествовать, постольку новые взрывы и новые битвы абсолютно неизбежны. И если контрреволюционерам удастся продержаться месяц-другой, то только потому, что принцип коалиции не изжит. Что такое временное правительство? Это, кукла, это, жалкая ширма, за которой стоят кадеты, военная клика и союзный капитал, три опоры контрреволюции. Если бы социалистические министры не были в правительстве, быть может, контрреволюционеры были бы уже свергнуты. Но характерная черта момента в том, что контрреволюционные мероприятия проводятся руками социалистов. Только создав такую ширму, контрреволюция может еще просуществовать месяц-другой. Но поскольку развиваются силы революции, взрывы будут, и настанет момент, когда рабочие поднимут и сплотят вокруг себя бедные слои крестьянства, поднимут знамя рабочей революции и откроют эру социалистической революции на Западе. Читают резолюцию. Я хотел бы разъяснить одно место в резолюции. До 16-3 июля была возможна мирная победа, мирный переход власти к советам. Если бы съезд советов решил взять власть в свои руки, кадеты, я полагаю, не осмелились бы выступить открыто против советов, ибо такое выступление было бы обречено заранее на гибель. Но теперь, после того, как контрреволюция организовалась и укрепилась, говорить, что советы могут мирным путем взять власть в свои руки, значит, говорить впустую. Мирный период революции кончился, наступил период немирный, период схваток и взрывов. Ответы на вопросы. 31 июля, 13 августа, 1917 года. По первому пункту. Какие формы боевой организации предлагает докладчик вместо советов рабочих депутатов? Я отвечу, что постановка вопроса неправильна. Я не выступал против советов как формы организации рабочего класса, но лозунг определяется не формой организации революционного учреждения, а тем содержанием, которое составляет плоть и кровь данного учреждения. Если бы в состав советов входили кадеты, мы никогда бы не выдвигали лозунга о передаче им власти. Теперь мы выдвигаем лозунг передачи власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Следовательно, вопрос не в форме, а в том, какому классу передается власть, вопрос в составе советов. Совет является наиболее целесообразной формой организации борьбы рабочего класса за власть, но советы не единственный тип революционной организации. Эта форма чисто русская, за границей мы видели в этой роли муниципалитеты во время Великой Французской революции, Центральный комитет во время коммуны, да и у нас бродила мысль о революционном комитете. Быть может, рабочая секция явится наиболее приспособленной формой для борьбы за власть. Но надо ясно дать себе отчет, что не вопрос о форме явится решающим. Действительно решающим является вопрос, созрел ли рабочий класс для диктатуры, а все остальное приложится, создастся творчеством революции. По второму и третьему пунктам, как практически сложатся наши отношения к существующим советам, ответ совершенно ясен. Поскольку речь идет о передаче всей власти Центральному исполнительному комитету, то этот лозунг устарел. И только об этом идет речь. Вопрос о свержении советов выдуманный, его никто здесь не ставил. Если мы предлагаем снять лозунг «Вся власть советам», отсюда еще не вытекает. Долой советы! И мы, снимающие этот лозунг, в то же время не выходим даже из Центрального исполнительного комитета, несмотря на всю жалкую роль его за последнее время. Местные советы могут еще сыграть роль, так как им необходимо будет обороняться от притязаний временного правительства, и в этой борьбе мы их поддержим. Итак, повторяю, отмена лозунга передачи власти в руки совета не означает долой советы. Наши отношения к тем советам, где мы находимся в большинстве, самые сочувственные. Доживут и укрепляются такие советы. Но сила уже не в советах. Преждевременное правительство издавало декрет, а исполнительный комитет, контрдекрет, причем только последний приобретал силу закона. Вспомните историю с приказом 1. Теперь же временное правительство не считается Центральным исполнительным комитетом. Участие совета в Следственной комиссии о событиях 16-18-3-5 июля не было отменено советом, но не состоялось по приказу Керенского. Вопрос теперь не в завоевании большинства в советах, что само по себе очень важно, но в смятении контрреволюции. По пункту 4, о более конкретном определении понятия «беднейшее крестьянство» и указания формы его организации, я отвечу, что термин «беднейшее крестьянство» — термин не новый. Он введен в марксистскую литературу ТОВ Лениным с 5-го года, а с тех пор употреблялся почти в каждом номере «Правда» и нашел место в резолюциях апрельской конференции. «Беднейшие слои крестьянства» — это те, которые расходятся с крестьянскими верхами. Совет крестьянских депутатов, представляющий 80 миллионов крестьян, считая и женщин, является организацией крестьянских верхов. Крестьянские не заведут ожесточенную борьбу с советской политикой. В то время как глава партии социалистов-революционеров Чернов, Далее Авксинтьев и другие предлагают крестьянам не брать земли немедленно, а ждать общего решения земельного вопроса учредительным собранием, крестьяне в ответ на это забирают землю, распахивают ее, забирают инвентарь и ТД. Такие известия мы имеем из Пензенской, Воронежской, Витебской, Казанской и ряда других губерний. Одно это ясно показывает расслоение деревни на низы и верхи, показывает, что крестьянство, как единого целого, больше не существует. Верхи идут преимущественно за социал-революционерами, низы не в состоянии жить без земли и стоят в оппозиции к временному правительству. Это – малоземельные, однолошадные, безлошадные и ТД. К ним же примыкают слои, почти обделенные землей, полупролетарские. Неразумно было бы не пытаться достигнуть в революционный период известного соглашения с этими слоями крестьянства, но в то же время необходимо организовать отдельно беднейшие слои крестьянства, сплотить их вокруг пролетариев. Какая будет форма организации этих слоев, трудно предсказать. Сейчас крестьянские низы организуются или в самочинные советы, или стараются захватить уже существующие. Так, в Петербурге месяц один назад сорганизовался совет из беднейших крестьян, из представителей 80 солдатских частей от заводов, который ведет отчаянную борьбу против политики совета крестьянских депутатов. Вообще советы являются наиболее целесообразной формой, но мы должны говорить не языком учреждений, а указывать классовое содержание, должны стремиться к тому, чтобы массы также различали форму от содержания. Вообще говоря, вопрос о формах не является основным. Будет революционный подъем, создадутся и организационные формы. Пусть вопрос о формах не заслоняет основного вопроса. В руки какого класса должна перейти власть? Впредь для нас немыслим блок с оборонцами. Оборонческие партии связали свою судьбу с буржуазией, и идея блока от социал-революционеров до большевиков потерпела крушение. Борьба с верхами Советов в Союзе с беднейшими слоями крестьянства и смятения контрреволюции – вот очередной вопрос. Аплодисменты. Заключительное слово. 31 июля, 13 августа, 1917 года. Товарищи, прежде всего я должен внести несколько фактических поправок. ТОВ Ярославский, опровергая мое утверждение, что российский пролетариат является наиболее организованным, указывает на австрийский пролетариат. Но, товарищи, я говорил о красной организованности, и подобной организованности нет ни в одной стране в такой мере, как у российского пролетариата. ТОВ Ангарский совершенно неправ, указывая, что будто бы я провожу идею объединения всех сил. Но мы не можем не видеть, что, по различным мотивам, не только крестьянство и пролетариат, но и русская буржуазия и иностранный капитал повернулись спиной к царизму. Это факт. Нехорошо, если марксисты пасуют перед фактом. Но потом первые две силы встали в лагерь революции, вторые – контрреволюции. Перехожу к существу. Серьезнее всех поставлен вопрос Т – Бухариным, но и он не довел его до конца. ТОВ Бухарин утверждает, что у буржуа-империалиста заключен блок с мужиком. Но с каким мужиком? У нас есть разные мужики. С правыми блок заключен, но у нас есть мужики низовые, представляющие беднейшие слои крестьянства. Вот с ними-то этого блока не могло быть. Они блока с крупной буржуазией не заключали, но идут за ней по бессознательности, их просто обманывают, ведут за собой. Против кого же блок этого Т – Бухарин не сказал. Это блок союзного и русского капитала, командного состава и верхов крестьянства в лице социалистов-революционеров типа Чернова. Этот блок сложился за счет низов крестьянства, за счет рабочих. В чем перспектива Т – Бухарина? Его анализ неверен в самой основе. По его мнению, в первом этапе мы идем к крестьянской революции. Но ведь она не может ни встретиться, ни совпасть с рабочей революцией. Не может быть, чтобы рабочий класс, составляющий авангард революции, не боролся вместе с тем за свои собственные требования. Поэтому я считаю схему Т – Бухарина непродуманной. Второй этап по Т – Бухарину – революция пролетарская при поддержке Западной Европы без крестьян, которые получили землю и удовлетворились. Но против кого направлена эта революция? Тов. Бухарин в своей игрушечной схеме не дает на это ответа. Других подходов к анализу совершающегося не было предложено. Между тем, положение ясно. Теперь о двоевластии никто не говорит. Если ранее советы представляли реальную силу, то теперь это лишь органы сплочения масс, не имеющие никакой власти. Именно поэтому невозможно просто передать им власть. Тов. Ленин в своей брошюре идет дальше, определенно указывая, что двоевластия нет, так как вся власть перешла в руки капитала, и выставить теперь лозунг «Вся власть советом» – значит заниматься данкеходством. Если ранее без санкций исполнительного комитета никакие законы не имели силы, то теперь нет даже разговоров о двоевластии. «Захватывайте теперь все советы, власти у вас не будет». Мы издевались над кадетами при выборах в районные думы, так как они представляли самую жалкую группу, получившую 20% голосов. Теперь они издеваются над нами. В чем дело? В том, что власть перешла при попустительстве Центрального исполнительного комитета в руки буржуазии. Товарищи торопятся с вопросом об организации власти. Но ведь власти у вас еще нет. Главная задача – пропаганда идеи необходимости свержения существующей власти. Мы еще недостаточно подготовлены к этой мысли. Но надо подготовиться. Надо, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты поняли, что без свержения нынешней власти им не получить ни воли, ни земли. Итак, вопрос стоит не об организации власти, а об ее свержении, а когда мы получим власть в свои руки, сорганизовать ее мы сумеем. Теперь несколько слов Титы Ангарскому Иногину по поводу социализма. Еще на апрельской конференции мы говорили, что настал момент, чтобы начать делать шаги в сторону социализма, читает конец резолюции апрельской конференции о текущем моменте. Пролетариат России, действующий в одной из самых отсталых стран в Европе, среди массы мелкокрестьянского населения, не может задаваться целью немедленного осуществления социалистических преобразований. Но было бы величайшей ошибкой, а на практике даже полным переходом на сторону буржуазии, выводить отсюда необходимость поддержки буржуазии со стороны рабочего класса или необходимость ограничивать свою деятельность рамками приемлемого для мелкой буржуазии или отказ от руководящей роли пролетариата в деле разъяснения народу неотложности ряда практически назревших шагов к социализму. Товарищи отстали на три месяца. Что же совершилось за эти три месяца? Мелкая буржуазия расслоилась, низы уходят от верхов, пролетариат организуется, разруха растет, ставя еще настоятельнее на очередь вопрос об осуществлении рабочего контроля. Например, в Питере, Донецкой области и т.п. Все идет на пользу положений, принятых еще в апреле, а товарищи тянут назад. Теперь о советах. Тем фактом, что мы снимаем прежний лозунг о власти советов, мы не выступаем против советов. Наоборот, можно и должно работать в советах, даже в Центральном исполнительном комитете, органе контрреволюционного прикрытия. Хотя советы теперь лишь органы сплочения масс, но мы всегда с массами и не уйдем из советов, пока нас оттуда не выгонят. Ведь мы остаемся и в фабрично-заводских комитетах, и в муниципалитетах, хотя они не имеют в своих руках власти. Но, оставаясь в советах, мы продолжаем разоблачать тактику социалистов, революционеров и меньшевиков. После того, как контрреволюция с полной очевидностью вскрыла связь нашей буржуазии с союзным капиталом, стало еще очевиднее, что в нашей революционной борьбе мы должны опираться на три фактора. Российский пролетариат, крестьянство и международный пролетариат, так как судьбы нашей революции тесно связаны с западноевропейским движением. Аплодисменты. Речи при обсуждении резолюции о политическом положении. 3.16.1917 года. Товарищи, резолюция, внесенная в одном из прошлых заседаний, была переработана в резолютивной комиссии. Представляю ее вам в измененном виде. О политическом положении. 1. Развитие классовой борьбы и взаимоотношения партий в обстановке империалистской войны, в связи с кризисом на фронте и усиливающейся зависимостью России от союзного капитала, привели к диктатуре контрреволюционной империалистской буржуазии, опирающейся на военную клику из командных верхов и прикрываемой революционной ширмой вождями мелкобуржуазного социализма. 2. По свержении царизма власть перешла к буржуазии вследствие ее экономической силы и политической организованности. Но, стремясь к продолжению империалистской войны и к охране грабительски высоких прибылей капитала и помещичьего землевладения, буржуазия не могла удержать власть при полной политической свободе и вооружении масс, что дала революции. Пролетариаты крестьянства, организовавшись в Советы РС и К депутатов, неизбежно стремились к прекращению империалистской бойни народов из-за интересов капиталистов и к обузданию их мародерства при военных поставках, а равно к передаче помещичьих земель крестьянам. Первый же кризис, разразившийся 3-4 мая 20-21 апреля, неминуемо привел бы к падению буржуазного временного правительства и к мирному переходу власти в руки Советов, если бы вожди их, эсеры и меньшевики, не спасли правительство капиталистов, связав с его судьбой Советы под видом коалиционного министерства. 3. Господство мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков среди представителей крестьянства и мелких хозяев вообще, а также части не освободившихся от влияния буржуазии рабочих сложилось естественно в силу мелкобуржуазности преобладающей массы населения России. При доверчиво бессознательном отношении этой массы к капиталистам естественно было известное время увлечения мечтой о замене острой классовой борьбы мирным соглашательством рабочих с капиталистами, крестьян с помещиками. 4. При господстве этих партий Советы неизбежно спускались все ниже и ниже, переставали быть органами восстания, как и органами государственной власти, а решения их неизбежно превращались в бессильные резолюции и невинные пожелания. А буржуазия в это время, играя социалистическими министрами, оттягивала выборы в учредительные собрания, тормозила переход земли к крестьянам, саботировала всякую борьбу с разрухой, подготовляла, поддержанная Советами, наступление на фронте, т.е. возобновление империалистской войны, организуя всем этим силы контрреволюции. 5. Нарастание недовольства масс с драговизной разрухой, затягиванием войны находило себе выражение в обострении борьбы между буржуазией и пролетариатом, толкавшим вперед революцию и остававшимся непреклонно враждебным империалистской войне. Перед лицом этого обострения борьбы классов, запутавшиеся в соглашательстве с буржуазией и в поддержке политики наступления эсеры и меньшевики неминуемо перешли к поддержке контрреволюционных кадетов против пролетариата. Уже при кризисе 22-9 июня Церетели предлагал разоружить питерских рабочих и революционные полки. Манифестация 1 июля-18 июня особенно наглядно показала, что эсеры и меньшевики окончательно разошлись с стремлениями масс. А когда вспыхнуло стихийное движение 16-17-3-4 июля, когда партия пролетариата, исполняя свой революционный долг, стала на сторону справедливо негодующих, возмущенных масс. Тогда эсеры и меньшевики, поставленные перед необходимостью разрыва с буржуазией, но более всего боящиеся этого разрыва, ответили решительным переходом к открытой борьбе с революционным пролетариатом и революционными войсками, вызвавшие несознательные войска в Питер, одобрили разгромы и закрытие интернационалистских газет, разоружение революционных войск и рабочих, смертную казнь на фронте, аресты большевиков и т.д. и т.т. 6. В силу такого хода событий в настоящее время государственная власть оказалась фактически в руках контрреволюционной буржуазии, поддержанной военной кликой. Именно эта империалистская диктатура провела и проводит все перечисленные выше меры разрушения политической свободы, насилия над массами и беспощадного преследования интернационалистского пролетариата при полнейшем бессилии и бездействии Центрального учреждения Советов, Центрального исполнительного комитета. 7. Лозунг передачи власти Советом, выдвинутым первым подъемом революции, который пропагандировала наша партия, был лозунгом мирного развития революции, безболезненного перехода власти от буржуазии к рабочим и крестьянам, постепенного изживания мелкой буржуазии и ее иллюзий. В настоящее время мирное развитие революции и безболезненный переход власти к Советам стали невозможны, ибо власть уже перешла на деле в руки контрреволюционной буржуазии. Правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии. 8. Успешность этого подъема зависит от того, достаточно ли быстро и прочно осознает большинство народа всю гибельность надежд на соглашательство с буржуазией. Надежд, выражаемых и поддерживаемых партиями эсеров и меньшевиков. Ход событий опровергает эти надежды чрезвычайно жестоко. Партия должна взять на себя роль передового борца против контрреволюции. Энергично отстаивать все завоеванные свободы и явочным порядком утвержденные права. Отстаивать против контрреволюционных покушений все массовые организации, советы, фабрично-заводские комитеты, солдатские и крестьянские комитеты. Всеми силами сохранять и укреплять позиции, завоеванные в этих органах интернационалистским крылом. Энергично бороться за влияние в них, сплачивая вокруг себя все элементы, переходящие на точку зрения последовательной борьбы с контрреволюцией. Пролетариат не должен поддаваться на провокацию контрреволюции, которая очень желала бы в данный момент вызвать его на преждевременный бой. Он должен направить все усилия на организацию и подготовку сил к моменту, когда общенациональный кризис и глубокий массовый подъем создадут благоприятные условия для перехода бедноты города и деревни на сторону рабочих, против буржуазии. 9. Задачей этих революционных классов явится тогда напряжение всех сил для взятия государственной власти в свои руки и для направления ее в союзе с революционным пролетариатом передовых стран к миру и к социалистическому переустройству общества. Председатель Я.М. Свердлов. Ред. Ввиду того, что резолюция в целом была подвергнута детальному рассмотрению, предлагаю в настоящем заседании обсуждать ее по пунктам. Возражений нет, переходим к чтению по пунктам. Сталин оглашает П.1.1. Развитие классовой борьбы и взаимоотношения партий в обстановке империалистской войны, в связи с кризисом на фронте и усиливающейся зависимостью России от союзного капитала, привели к диктатуре контрреволюционной империалистской буржуазии, опирающейся на военную клику из командных верхов и прикрываемой революционной ширмой вождями мелкобуржуазного социализма. Председатель. Есть ли поправки к этому пункту? Поправок не внесено. Голосую П.1. Пункт 1. Голосуется. Председатель. Принят. Сталин оглашает П.2.2. По свержении царизма власть перешла к буржуазии вследствие ее экономической силы и политической организованности. Но, стремясь к продолжению империалистской войны и к охране грабительски высоких прибыли капитала и помещичьего землевладения, буржуазия не могла удержать власть при полной политической свободе и вооружении масс, что дала революции. Пролетариаты крестьянства, организовавшись в Советы РС и К, депутатов, неизбежно стремились к прекращению империалистской бойни народов из-за интересов капиталистов и к обузданию их мародерства при военных поставках, а равно к передаче помещичьих земель крестьянам. Первый же кризис, разразившийся 3-4 мая 20-21 апреля, неминуемо привел бы к падению буржуазного временного правительства и к мирному переходу власти в руки Советов, если бы вожди их, эсеры и меньшевики, не спасли правительство капиталистов, связав с его судьбой Советы под видом коалиционного министерства и ОФИ. Вношу следующую поправку. Следует прибавить, ввиду добровольного отказа вождей пролетариата от власти, что было констатировано Милюковым. Сталин. Отказ действительно был, но для нас важен объективный факт, недостаточная сознательность масс, руководимых эсерами и меньшевиками, а не мотив субъективный, нежелание вождей взять власть. Поэтому я предлагаю отвергнуть эту поправку. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Поправка голосуется. Председатель. Отвергнуто. Павлович. Предлагаю или выкинуть слова при военных поставках, или же вставить перед этими словами, например, или главным образом, так как военные поставки – только один из видов мародерства, практиковавшихся буржуазией. Сталин. Я не возражаю против этой поправки, но предпочел бы вставить главным образом. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Поправка голосуется. Председатель. Принято. Рович. Предлагаю оттенить роль иностранного капитала в судьбах нашей революции, указав, что власть перешла в руки буржуазии не только вследствие перечисленных причин, но и благодаря поддержке иностранной буржуазии. Сталин. Я считаю эту вставку излишней, так как роль иностранного капитала выяснена в предыдущем пункте, в котором говорится о роли союзного капитала. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Поправка голосуется. Председатель. Отклонена. Поправок больше нет. Ставлю п. 2 на голосование. Пункт 2. Голосуется. Председатель. Принят. Сталин читает п. 3. 3. Господство мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков среди представителей крестьянства и мелких хозяев вообще, а также части не освободившихся от влияния буржуазии рабочих сложилось естественно в силу мелкобуржуазности преобладающей массы населения России, при доверчиво бессознательном отношении этой массы к капиталистам естественно было известное время увлечения мечтой о замене острой классовой борьбы мирным соглашательством рабочих с капиталистами, крестьян с помещиками. Председатель. Поправок нет. Голосую п. 3. Принят. Сталин читает п. 4. 4. При господстве этих партий советы неизбежно спускались все ниже и ниже, переставали быть органами восстания, как и органами государственной власти, а решения их неизбежно превращались в бессильные резолюции и невинные пожелания. А буржуазия в это время, играя социалистическими министрами, оттягивала выборы в учредительные собрания, тормозила переход земли к крестьянам, саботировала всякую борьбу с разрухой, подготовляла, поддержанные советами, наступление на фронте, т.е. возобновление империалистской войны, организуя всем этим силы контрреволюции. Председатель. Внесена поправка. Слова, поддержанные советами, заменить словами с одобрения большинств советов. Сталин. Я не возражаю против этой поправки. Председатель. Голосуя внесенную поправку. Принято. Слесарев. Предлагаю слова органами восстания заменить словами органами революции. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Отклоняется. Ставлю на голосование. П. 4. Принят. Сталин оглашает. П. 5. Резолюции. 5. Нарастание недовольства масс с дороговизной разрухой, затягиванием войны находило себе выражение в обострении борьбы между буржуазией и пролетариатом, толкавшим вперед революцию и остававшимся непреклонно враждебном империалистской войне. Перед лицом этого обострения борьбы классов, запутавшиеся в соглашательстве с буржуазией и в поддержке политики наступления эсеры и меньшевики неминуемо перешли к поддержке контрреволюционных кадетов против пролетариата. Уже при кризисе 22.9 июня Церетели предлагал разоружить питерских рабочих и революционные полки. Манифестация 1 июля-18 июня особенно наглядно показала, что эсеры и меньшевики окончательно разошлись стремлениями масс. А когда вспыхнуло стихийное движение 16-17-3-4 июля, когда партия пролетариата, исполняя свой революционный долг, стала на сторону справедливо негодующих, возмущенных масс. Тогда эсеры и меньшевики, поставленные перед необходимостью разрыва с буржуазией, но более всего боящиеся этого разрыва, ответили решительным переходом к открытой борьбе с революционным пролетариатом и революционными войсками, вызвали несознательные войска в Питер, одобрили разгромы и закрытие интернационалистских газет, разоружение революционных войск и рабочих, смертную казнь на фронте, аресты большевиков и т.д. и т.п. Павлович, предлагаю прибавить в начале пункта после слов пролетариатам слова и революционными войсками. Сталин. Подобная вставка сделана дальше, поэтому предлагаю снять поправку. Председатель. ТОВ. Павлович, вы не настаиваете на своей поправке? Поправка снята. Юринев. Предлагаю слово одобрили заменить словом вызвали, так как это усиливает вину мелкобуржуазных партий, которые в то время имели власть в своих руках. Доказательством служит речь Войтинского в ЦИК и в Совете, где одобрялись все контрреволюционные меры, вплоть до предложения о потоплении судов. Сталин. Я против внесенной поправки, так как большинство мелкобуржуазных партий не знало заранее о всех принимаемых мерах, а потому ответственность за то, что эти меры были вызваны, лежит не на всей мелкой буржуазии, а на ее вождях. Партии меньшевиков и эсеров не протестовали против применения перечисленных мер, следовательно одобрили их. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Отклоняется. Юринев. Предлагаю вычеркнуть слова несознательные перед словом войска, так как такая квалификация излишна. Сталин. Я настаиваю на этой квалификации, так как специально были вызваны несознательные, реакционные войска, состоявшие из казаков, юнкеров и т.п. Это официально заявлялось в Совете. Потом мелкобуржуазные партии сами испугались того, что сделали, так как офицеры были готовы уже усмирять не только большевиков, но и меньшевиков эсеров. Кровь за кровь, говорили они. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Отклоняется. Больше поправок нет. Голосую. П. 5. Принят. Сталин читает. П. 6. 6. В силу такого хода событий в настоящее время государственная власть оказалась фактически в руках контрреволюционной буржуазии, поддержанной военной кликой. Именно эта империалистская диктатура провела и проводит все перечисленные выше меры разрушения политической свободы, насилия над массами и беспощадного преследования интернационалистского пролетариата, при полнейшем бессилии и бездействии Центрального учреждения Советов, Центрального исполнительного комитета. Скрытник. Предлагаю восстановить прежнюю редакцию П. 6. Или, по крайней мере, вставить слова в решающих пунктах, именно на фронте и в Питере. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Отклоняется. Сталин. Предлагаю прибавить к этому пункту часть 7 ГО, уничтоженную в комиссии. Советы переживают мучительную агонию, разлагаясь вследствие того, что не взяли вовремя всей государственной власти в свои руки. Соловьев. Я против этой вставки, так как подобная квалификация совершенно не подходит к провинциальным советам, где они продолжают развиваться. Сталин. Я высказываюсь за вставку этого абзаца, потому что не только в Питере, но и в провинции советы лишились своей власти. Попробуй они теперь арестовать или устранить какого-либо чиновника, как это бывало прежде. За этим может последовать разгон советов. Контрреволюция сильнее выразилась в столице, но она наступает и в провинции. Председатель. Ставлю добавление на голосование. Принято. Юринев. Предлагаю из принятого добавления. Вычеркнуть слово разлагаясь. Сталин. Товарищи, разложение советов. Объективный факт. И не нам, большевикам, скрывать факты. Председатель. Ставлю на голосование поправку Т. Юринева. Отвергнуто. Ставлю на голосование П. 6. Принят. Сталин оглашает П. 7. 7. Лозунг передачи власти советам, выдвинутым первым подъемом революции, который пропагандировала наша партия, был лозунгом мирного развития революции, безболезненного перехода власти от буржуазии к рабочим и крестьянам, постепенного изживания мелкой буржуазии и ее иллюзий. В настоящее время мирное развитие революции и безболезненный переход власти к советам стали невозможны, ибо власть уже перешла на деле в руки контрреволюционной буржуазии. Правильным лозунгом в настоящее время может быть лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии. Скрытник. Предлагаю еще сильнее подчеркнуть необходимость борьбы с контрреволюцией и, в отличие от оппортунистов, указать на неизбежность борьбы с буржуазией. Сталин. Я согласен по существу с Т. Скрытником, но им не внесено конкретной поправки. Смелго. Я предлагаю после слов о необходимости борьбы с контрреволюцией вставить выброшенные слова из бывшего П. 8. Лишь революционный пролетариат при условии поддержки его беднейшим крестьянством в силах выполнить эту задачу, являющуюся задачей новой революции в России. Я настаиваю на этой вставке, так как в ней четко обрисована роль пролетариата и беднейшего крестьянства при новом подъеме революции. Скрытник. Почему комиссия высказалась против такого окончания пункта? Нагин. Большинство комиссии было против излишнего повторения, так как эта мысль имеется уже в других пунктах. Председатель. Ставлю на голосование поправку. Принято. Ставлю на голосование. П. 7. Принят. Сталин читает. П. 8. 8. Успешность этого подъема зависит от того, достаточно ли быстро и прочно осознает большинство народа всю гибельность надежд на соглашательство с буржуазией. Надежд, выражаемых и поддерживаемых партиями эсеров и меньшевиков. Ход событий опровергает эти надежды чрезвычайно жестоко. Партия должна взять на себя роль передового борца против контрреволюции. Энергично отстаивать все завоеванные свободы и явочным порядком утвержденные права. Отстаивать против контрреволюционных покушений все массовые организации, советы, фабрично-заводские комитеты, солдатские и крестьянские комитеты. Всеми силами сохранять и укреплять позиции, завоеванные в этих органах интернационалистским крылом. Энергично бороться за влияние в них, сплачивая вокруг себя все элементы, переходящие на точку зрения последовательной борьбы с контрреволюцией. Пролетариат не должен поддаваться на провокацию контрреволюции, которая очень желала бы в данный момент вызвать его на преждевременный бой. Он должен направить все усилия на организацию и подготовку сил к моменту, когда общенациональный кризис и глубокий массовый подъем создадут благоприятные условия для перехода бедноты города и деревни на сторону рабочих против буржуазии. Юринев. Предлагаю вставить в первую очередь советы РС и К депутатов. Сталин. Я принимаю эту поправку. Председатель. Голосую внесенную поправку. Принято. Соловьев. Предлагаю выбросить слово общенациональный. Сталин. Я высказываюсь за сохранение этого определения, так как мы можем говорить и о кризисе на фронте, и о кризисе экономическом, но в данном месте мы именно хотим указать на размер этого кризиса, на его общенациональный масштаб. Председатель. Голосую поправку. Отклоняется. Голосую пункт в целом. Принимается. Сталин читает. П. 9. Резолюции. 9. Задачей этих революционных классов явится тогда напряжение всех сил для взятия государственной власти в свои руки и для направления ее в союзе с революционным пролетариатом передовых стран, к миру и к социалистическому переустройству общества. Преображенский. Предлагаю иную редакцию конца резолюции. Для направления ее к миру и, при наличии пролетарской революции на Западе, к социализму. Если мы примем редакцию комиссии, то получится разногласие с уже принятой резолюцией Т. Бухарина. Сталин. Я против такого окончания резолюции. Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. До сих пор ни одна страна не пользовалась такой свободой, какая была в России, не пробовала осуществлять контроль рабочих над производством. Кроме того, база нашей революции шире, чем в З. Европе, где пролетариат стоит лицом к лицу с буржуазией в полном одиночестве. У нас рабочих поддерживают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в Германии аппарат государственной власти действует несравненно лучше, чем несовершенный аппарат нашей буржуазии, которая и сама является данницей европейского капитала. Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего. Председатель. Ставлю на голосование поправку ТОВ. Преображенского. Отклонена. Юринев. Предлагаю слово «бой» заменить словом выступления, так как смысл останется тот же, а криминальность пункта исчезает. Сталин. Я против этой поправки. Поправки следует вносить по существу. Съезд не может исходить из криминальности того или иного выражения. Если мы заменим слово «бой», то создается впечатление, будто мы отказываемся от всяких выступлений, демонстраций, стачек и т.д. В то время как мы хотим удержать пролетариат только от боя, на который его хочет спровоцировать буржуазия. Председатель. Ставлю поправку на голосование. Отклонена. Скрытник. Предлагаю заменить задачи этих революционных классов словами «задачи пролетариата». Председатель. Ставлю поправку на голосование. Отклонена. Ставлю на голосование. П. 9. Принимается. Скрытник. Предлагаю разделить последний пункт на две части. Председатель. Ставлю предложение на голосование. Принимается. Голосую резолюцию. В целом принято единогласно при четыре воздержавшихся. Слово предоставляется ТОВ. Сталину. Сталин. Товарищи, предлагаю выставить в Учредительное собрание кандидатуры ПТ. Ленина, Зиновьева, Коллантой, Троцкого, Луначарского. Шумные аплодисменты. Нагин. Предлагаю подтвердить все резолюции апрельской конференции. Аплодисменты. Сталин. Товарищи, комиссия по выработке манифеста ко всем рабочим мира не успела закончить своей работы. Предлагаю издать его ЦК от имени съезда. Протоколы шестого съезда РСДРПМ. 1934. С 14.21. 27.29. 107.11. 117. 120. 138. 140. 226. 234. 1931. 1953. Письмо Д. Бедному 12 декабря 1930 года. Товарищу Демьяну Бедному, письмо ваше от 8.12 получил. Вам нужен, по-видимому, мой ответ. Что же, извольте, прежде всего о некоторых ваших мелких и мелочных фразах и намеках. Если бы они, эти некрасивые мелочи, составляли случайный элемент, можно было бы пройти мимо них. Но их так много и они так живо бьют ключом, что определяют тон всего вашего письма. А тон, как известно, делает музыку. Вы расцениваете решение секретариата ЦК, как петлю, как признак того, что пришел час моей, т.е. вашей, катастрофы. Почему, на каком основании? Как назвать коммуниста, который, вместо того, чтобы вдуматься в существо решения исполнительного органа ЦК и исправить свои ошибки, третирует это решение, как петлю. Десятки раз хвалил вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал вас ЦК, не без некоторой натяжки. От нападок отдельных групп и товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. А вот, когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике ваши ошибки, вы вдруг зафыркали и стали кричать о петле. Почему, на каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для вас? Может быть, ваше стихотворение выше всякой критики? Не находите ли, что вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой зазнайством? По большей скромности, Т. Демьян, вы противопоставляете Т. Ярославского мне, почему-то мне, а не секретариату ЦК, хотя из вашего письма видно, что Т. Ярославский сомневался в необходимости напечатания первой части фильетона без пощады, и лишь поддавшись воздействию вашего огорченного лица, дал согласие на напечатание. Но это не все. Вы противопоставляете далее Т. Молотова мне, уверяя, что он не нашел ничего ошибочного в вашем фильетоне слеза из печки и даже расхвалил его до крайности. Во-первых, позвольте усомниться в правдивости вашего сообщения насчет Т. Молотова. Я имею все основания верить Т. Молотову больше, чем вам. Во-вторых, не странно ли, что вы ничего не говорите в своем письме об отношении Т. Молотова к вашему фильетону без пощады? А затем, какой смысл может иметь ваша попытка противопоставить Т. Молотова мне? Только один смысл. Намекнуть, что решение секретариата ЦК есть на самом деле не решение этого последнего, а личное мнение Сталина, который, очевидно, выдает свое личное мнение за решение секретариата ЦК. Но это уж слишком, Т. Демьян. Это просто нечистоплотно. Неужели нужно еще специально оговориться, что постановление секретариата ЦК об ошибках в фильетонах Д. Бедного слеза из печки и без пощады принято всеми голосами на личных членов секретариата Сталин, Молотов, Каганович, Т. Е. Единогласно. Да разве могло быть иначе? Я вспоминаю теперь, как вы несколько месяцев назад сказали мне по телефону. Оказывается, между Сталиным и Молотовым имеются разногласия. Молотов подкапывается под Сталина и Т. Т. Вы должны помнить, что я грубо оборвал вас тогда и просил не заниматься сплетнями. Я воспринял тогда эту вашу штучку, как неприятный эпизод. Теперь я вижу, что у вас был расчитец, поиграть на мнимых разногласиях и нажить на этом некий профит. Побольше чистоплотности, Т. Демьян. Теперь я засел, пишите вы, тоже за ответ, но во время писания пришел к твердому убеждению, что его не напечатают или же, напечатав, начнут продолжать ту политику по отношению ко мне, которая только согнет еще больше мою кривую и приблизит мою роковую катастрофически конченую точку. Может быть, в самом деле нельзя быть крупным русским поэтом, не оборвав свой путь катастрофически. И так существует, значит, какая-то особая политика по отношению к Демьяну Бедному. Что это за политика, в чем она состоит? Она, эта политика, состоит, оказывается, в том, чтобы заставить крупных русских поэтов оборвать свой путь катастрофически. Существует, как известно, новая, совсем новая троцкистская теория, которая утверждает, что в советской России реально лишь грязь, реально лишь перерва. Видимо, эту теорию пытаетесь вы теперь применить к политике ЦК в отношении крупных русских поэтов. Такова мера вашего доверия к ЦК. Я не думаю, что вы способны, даже находясь в состоянии истерики, договориться до таких антипартийных бнусностей. Недаром, читая ваше письмо, я вспомнил Сосновского, но довольно о мелочах и мелочных выходках. Их, этих мелочей, такая прорва в вашем письме, придирчивый читатель, информированный о вербах и т.п. прелести. И так они похожи друг на друга, что не стоит больше распространяться о них. Перейдем к существу дела. В чем существо ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика обязательная и нужная, развитая вами вначале довольно метко и умело, увлекла вас сверх меры и, увлекшей вас, стала перерастать в ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее. Таковы ваши слеза из печки и беспощады. Такова ваша перерва, которую прочитал сегодня по совету Т. Молотова. Вы говорите, что Т. Молотов хвалил филетон слеза из печки. Очень может быть. Я хвалил этот филетон, может быть, не меньше, чем Т. Молотов, так как там, как и в других филетонах, имеется ряд великолепных мест, бьющих прямо в цель. Но там есть еще ложка такого дегта, который портит всю картину и превращает ее в сплошную перерву. Вот в чем вопрос и вот что делает музыку в этих филетонах. Судите сами. Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлые, прошлые России, зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Все это вселяет, не может не вселять. В сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способной двигать горами, способной творить чудеса. А вы, вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из домостроя, стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошные. И вы хотите, чтобы я молчал, и вы хотите, чтобы я молчал. Из-за того, что вы, оказывается, питаете ко мне биографическую нежность, как вы наивны и до чего вы мало знаете большевиков. Может быть, вы, как человек грамотный, не откажетесь выслушать следующие слова Ленина. Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет. Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы, т.е. 9-10 ее населения, поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилием, гнету и издевательством подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что насилие вызывали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула родищева, декабристов, революционеров-разначинцев 70х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать папа и помещика. Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал, «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу, все рабы, откровенные и прикровенные рабы, великороссы, рабы по отношению к царской монархии, не любят вспоминать эти слова». А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было, теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселец, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками, капиталистами и сэм. Ленин о национальной гордости великороссов. Вот как умел говорить Ленин, величайший интернационалист в мире о национальной гордости великороссов. А говорил он так потому, что он знал, что интерес, не по-холопски понятый, национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских и всех иных пролетариев и сэм там же. Вот она, ясная и смелая программа Ленина. Она, эта программа, вполне понятна и естественна для революционеров, кровно связанных с рабочим классом, с народными массами. Она непонятна и неестественна для выродков типа Лилевича, которые не связаны и не могут быть связаны с рабочим классом, с народными массами. Возможно ли примирить эту революционную программу Ленина с той нездоровой тенденцией, которая проводится в ваших последних фильетонах? Ясно, что невозможно. Невозможно, так как между ними нет ничего общего. Вот в чем дело и вот чего вы не хотите понять. Значит, надо вам поворачивать на старую, ленинскую дорогу, несмотря ни на что. Других путей нет. В этом суть, а не в пустых ломентациях перетрусившего интеллигента, с перепугу болтающего о том, что Демьяна хотят якобы изолировать, что Демьяна не будут больше печатать и т.п. Понятно, вы требовали от меня ясности. Надеюсь, что я дал вам достаточно ясный ответ. И. Сталин. Власти художественная интеллигенция. Документы 1917-1953-М. Это письмо со значительными сокращениями было опубликовано в 1951 году в 13-м томе сочинения И. В. Сталина. Здесь оно воспроизводится целиком. Изъятые ранее фрагменты выделены подчеркиванием. Лилевич Г. Л. Г. Калмансон. Сосновский Л. С. Литературные критики. Деятели Т. Н. Напостовство. Под редакцией Лилевича и Сосновского во второй половине 20х годов издавалось 13-томное собрание сочинений Д. Бедного. Выступление на Всесоюзном комсомольском совещании по подготовке весеннего Сева 2 февраля 1933 года. Вне всякого сомнения, что происходящее Всесоюзное совещание сыграет огромную роль в мобилизации комсомола на узловые участки весенней полевой кампании. До сих пор в ряде комсомольских организаций вместо деловой подготовки весеннего Сева господствуют общие фразы, общие установки, подведение уже подведенных итогов и т. д. В то же время в этих организациях забывается главное большевистское правило в мобилизации масс на решение текущих задач – конкретность. Надо всем комсомольским работникам усвоить ту истину, что подготовку весеннего Сева общими установками обеспечить никак нельзя. Здесь необходимы конкретные дела. Усвоение итогов достигнутых нами успехов необходимо массам комсомольцев в первую очередь для того, чтобы еще успешнее двигаться вперед. Надо хорошо помнить, что это продвижение вперед обеспечивается отнюдь не общими пожеланиями, обещаниями и бумажными резолюциями, а конкретными, живыми, реальными делами. Вместо придумывания общих директив о задачах комсомола в подготовке Сева комсомольские комитеты обязаны сейчас на практике заняться совершенно конкретными задачами, от решения которых в данный момент прежде всего зависит своевременное начало и успех весеннего Сева. Этих конкретных, боевых и совершенно неотложных задач в подготовке Сева сейчас, по крайней мере, три. Первая задача – ремонт тракторов, боевая подготовка тракторного парка к весне. В нашей стране сейчас имеется 150 000 тракторов, но огромное количество их нуждается в ремонте, находится в разобранном состоянии. ЦК партии и правительство признали положение с ремонтом тракторов в МТС и совхозах неблагополучным и указали, что своевременное окончание ремонта тракторов является боевой задачей органов наркомзимы и наркомсовхозов, определяющие успешное проведение весенней посевной кампании. Очень частые случаи, когда в полную разборку, в капитальный ремонт ставятся тракторы, вовсе не нуждающиеся в этом, только лишь потому, что они проработали 1500 часов, без учета действительного состояния машины. В то же время имеется большое количество фактов, когда тракторы, нуждающиеся в ремонте, ремонтируются крайне плохо, недоброкачественно. В МТС гнездятся невыявленные вредители, которые всячески стараются, чтобы побольше тракторов было выведено из строя. В МТС есть еще немало таких работников, которые всячески стараются работать поменьше, побольше выводить из строя тракторов, побольше зачислять их в брак и сидеть сложа руки, благо жалование все равно платит. Вот сюда, на эту конкретную борьбу за ремонт тракторов, за четкую работу ремонтных мастерских, за разоблачение, поимку и изгнание из МТС и МТМ, машинно-тракторных мастерских. Ред негодяев, искусственно создающих трудности на нашем пути, и должен сейчас бросить свои силы комсомол. Комсомольским работникам вместо кабинетного чистописания надо самим проникнуть в ремонтные мастерские, поставив на боевую ногу работу находящихся там комсомольцев, как следует посмотрев, какие именно тракторы выбыли из строя и почему это произошло, в каком именно ремонте они нуждаются и как этот ремонт идет. Постановление ЦК ВКПП и СНК СССР о ремонте тракторного парка является боевой программой немедленных действий для комсомольских организаций. Вторая задача – сбор семенных фондов. В ряде районов Украины, Северного Кавказа, Нижней Волге положение с засыпкой сем фондов неудовлетворительно. Кто в этом виноват? В значительной мере сами комсомольские организации этих районов. Общие слова и здесь преобладают у них над конкретными делами. Во многих районах есть колхозы, в которых еще совсем нет собранных для сева семян. Что нужно делать? Вместо писания общих директив нужно в каждом районе взять список отставших колхозов, а в каждом крае взять список отставших районов и послать туда крепких людей для помощи в сборе семян, для конкретной организации этого дела. Нужен поход комсомольцев в отсталые по сбору семян в районы для того, чтобы вывести эти районы из прорыва, для того, чтобы эти районы встретили сев во всеоружии, в полной готовности. Третья задача – производство запасных частей для тракторов. С этим делом положение также неблагополучно. ЦК ВКПП и СНК СССР указали, что сейчас производство запчастей является важнейшей государственной задачей. И здесь вместо сочинения общих указаний комсомольские комитеты должны взяться за конкретную работу на заводах, производящих запасные части. Необходимо как следует расшевелить людей в комсомольских организациях этих заводов, поставив всю их деятельность в настоящий момент под особо бдительный контроль всего комсомола. Необходимо проявить инициативу по изысканию местных ресурсов для организации производства недостающих запасных частей. На борьбе за решение этих задач мы еще и еще раз проверяем классовую бдительность и боеспособность деревенских комсомольцев, ибо осколки разгромленного, но недобитого кулачества всячески пытаются пакостить и вредить успешному проведению сева. В процессе борьбы за сбор семян мы должны всемерно очищать ряды комсомола от классовочуждых, разложившихся, колеблющихся людей, мобилизуя массы комсомольцев на борьбу за изгнание из колхозов, МТС и совхозов кулацких, вредительских элементов. Надо помнить, что борьба комсомола за решение этих неотложных конкретных задач подготовки сева должна быть проведена в самых боевых темпах. Здесь действуют непреложные правила. Прозевал месяц, весь год страдай, так как во время сева каждый день год кормит. Вот почему перед лицом этих конкретных задач совершенно нетерпимо рассусоливание об общих задачах, об общих установках. Требуется дело и немедленное дело. Очень часто, желая показать свою оперативность и конкретность в решении этих текущих задач, Комсомольские комитеты любят козырять количеством посланных на село бригад, количеством посланных в колхозы людей. В этом козырянии только количеством, очень много от формализма. Еще и еще раз нужно подчеркнуть, что здесь дело заключается не в количестве, а в качестве. Наскоро подобрать людей, заботясь только о количестве, торопливо проинструктировать их и поскорее послать, это значит по существу отбросить от себя заботу о создании кадров, это значит заботиться не о деле, а о звонкой цифре в отчетных сводках. Кадры, действительные кадры действительных работников, растут только на живом деле. Мало послать людей, надо знать, как они работают на месте, и помогать им в этой работе, следить за ними, ибо только на практической работе, в конкретной борьбе растут люди, куются кадры, проверяются работники. Забота о качестве посланных кадров, главная забота. Лучше посылать людей по десяткам, а не по сотням и тысячам, но зато на деле обеспечить высокое качество посланных и высокое качество их работы на местах. Посылка людей на места – это только самое начало дела. Главное – проследить, как они работают, проследить, чтобы их не зашибли бюрократы, чтобы их не задвинули, не обезличили, не подвели. Разве не известны факты, когда даже хороших работников, посланных на места, враждебные элементы и всякие товарищи из бюрократов стараются подвести, дискредитировать, выбить из строя, обеспечить качество в деле помощи деревне кадрами – такова боевая задача комсомольских комитетов.